Сейчас я приглашаю сюда к столу участникам первой части. Татьяна Селдна-Насенко, Евгений Клауберг, это наш коллега из Израиля, доктор Клауберг, сотрудник Тель-Авивского университета. Екатерина Юрьевна Усова, Ирина Викторовна Масюкова и Дмитрий Александрович Мариасис. Итак, декларация Бальфора. Казалось бы, столько работ уже посвящено анализу этой декларации. Настолько много уже описаний, анализа причин, последствий декларации Бальфора, что вряд ли можно было сказать что-то новое. Но когда мы только начали планировать этот круглый стол, мы почувствовали, что есть столько необсужденных тем, столько новых подходов и столько причин поговорить о немедленных и отдаленных результатах принятия декларации Бальфора, что это вызывает интерес и сегодня, и это важно обсудить и сегодня. Что являлось предпосылкой? Что являлось причиной принятия декларации Бальфора? О чем чаще всего говорят специалисты? Какие они приводят аргументы в пользу той или иной концепции? Сегодня мы это обсудим. Ну, прежде всего, как бы, становится ясным, что мы будем много говорить о Первой мировой войне и о попытках мировых держав передела мира, передела наследства Османской империи, это естественно, и о самой войне, потому что недаром этот вопрос поднимался не только в 1917 году, когда появилась декларация, гораздо раньше. И вот мне хотелось бы привести цитату одну. Ллойд Джордж. Декларация Бальфора не является актом милосердия. Следует понять, что речь идет о сделке. О сделке в обмен на поддержку евреями всего мира «Дело союзников войне». Давайте поговорим об этом. Так это или не так? Что было самым главным? Что было предпросылкой? А может быть, предпросылкой было о открытии Суэцкого канала французами, когда Египет приобрел совершенно другое геополитическое значение для европейских и вообще мировых держав. И не только Египет, но и все прилегающие зоны. Когда в последующих схватках за лидерство на Ближнем Востоке использовался фактор еврейского самосознания и почему даже кайзер проявлял интерес к еврейскому вопросу. Давайте попробуем все это обсудить. Поэтому сегодня первая часть нашего круглого стола будет посвящена внутренним и внешним причинам появления декларации Бальфора. Что же она такое? И первое слово я хочу предоставить Татьяне Селднина-Сенка, сотрудник отдела Израиля, Института Востоковедения. И темой ее презентации будет «Декларация Бальфора. Анахронизм или первый международно-правовой документ фундаментальной еврейской государственности». Прежде чем Татьяна начнет свою презентацию, я хочу обратить внимание на один очень важный и часто забываемый аспект декларации Бальфора. Дело в том, что сам этот документ имел две редакции. Первая редакция – это самая оригинальная в виде письма, но она появилась не в ноябре, а в июле. И в этом тексте письма было написано о том, что стоит задача воссоздания национального очага в Палестине. Воссоздание. Тот документ, который появился в ноябре, который уже прошел через Министерство иностранных дел Великобритании, несколько подправил эту фразу, где было уже сказано о создании национального очага. Хотя совершенно понятно, что в географическом и политическом отношении первое не равно второму. И первый термин, конечно, был значительно шире, чем второй. Почему это произошло? Как это произошло? Надеюсь, на этот вопрос мы тоже найдем сегодня ответ. Итак, Татьяна Насенко. Как это все включается? А, да? Спасибо. Спасибо. Добрый день. Всех приветствуем. И я хотела бы посвятить свое выступление скорее международным аспектам принятия декларации Бальфура и вообще получения Великобритании мандата на Палестину и рассмотреть это в таком более широком международно-правовом контексте, не отрываясь от каких-то реалий исторических. И начать я хотела бы с того, что все-таки нужно вспомнить, в каких исторических условиях происходили все эти события. Особенности политики Антанты в период Первой мировой войны состояли в том, что, во-первых, заключались тайные соглашения и договоры, то есть проводилась тайная дипломатия. И результатом этих тайных соглашений, как известно, были в 2015-2016 году ряд соглашений о разделе Османской империи, и в том числе в них участвовала в этих соглашениях и Российская империя, и в соответствии с этими соглашениями России отдавался Константинополь и контроля над Черноморскими проливами. И фундаментальным вторым соглашением уже в 2016 году стало соглашение Сайкса-Пико о разделе османских владений между Францией и Великобританией, в основном Англией. Это первая особенность периода того. Вторая особенность состояла в том, что Англия, как ведущая сила в Антанте, вынуждена была опираться на малые страны в своей дипломатии или на национальные меньшинства в поисках союзников для решения тех или иных своих политических задач. И в этой связи давались, соответственно, обещания, тоже в основном негласные обещания и не всегда обоснованные, и касавшиеся в том числе и территориальных разделов на дальнейшее время. И здесь можно вспомнить такие документы, уже хорошо исследованные, как переписка Макмагона с шерифом Хусейном в 2015-2016 году. И к этим документам можно отнести и декларацию Бальфора тоже. Нужно сказать, что вопрос о претензиях сионистов на Палестину возник в констексте всей этой дипломатии времен Первой мировой войны только в 1917 году. И здесь были свои, конечно, весьма фундаментальные причины для этого. Особо подробно я на них останавливаться не буду, но я скажу только о том, что 1917 год, конец 1917 года, что это за период? Это время, когда война уже идет в течение трех лет. Война, которую предполагалось завершить в течение нескольких месяцев, продолжается на протяжении трех лет. Силы, в том числе и государство Антанты, истощены. Необходимы новые материальные человеческие ресурсы. И в этот момент взоры обращаются к заокеанскому партнеру, к США, на участие в войне которых очень рассчитывали союзники и всячески стремились этого добиться. И вот тут как раз фактор еврейской общины США начинает играть свою роль. Фактор сионистских идей, распространенных в этой общине, начинает свое действие. Это один момент. Второй момент, который тоже нельзя не учитывать в данном контексте, это те противоречия, которые имелись между Францией и Англией в связи с дальнейшим статусом Палестины. Ведь, как известно, французы были против того, чтобы исполнять требования сионистов о образовании в Палестине какого-то зачаточного прото-очага, прото-образования, которое бы могло привести к созданию государства. И вот этот момент, он тоже играл большую роль в решении Великобритании, стремившейся получить как можно более серьезные позиции на завоеванных территориях в противовес Франции и опереться при этом на сионистские претензии. Свою роль сыграло и то, что в этот момент, в 1917 году в Англии произошла смена кабинета. Премьер-министром стал Ллойд Джордж, министром иностранных дел Бальфур. И если предыдущее руководство довольно спокойно относилось к требованиям сионистов и ко всем тем переговорам, которые предпринимались на протяжении этих лет военных, то новый кабинет был склонен очень к этим требованиям прислушиваться. И здесь играл роль, фактор личностный, значительную роль играл личностный фактор настрой самих руководителей внешней политики и вообще руководителей Британии в отношении Палестины и в отношении ее места как библейской страны, как страны, из которой пришло священное писание. Вот, например, в переговорах с Вейцманом еще в ранние более годы Ллойд Джордж говорил о том, что он гораздо лучше знает имена библейских пророков и царей, чем исторические имена британских королей. И настрой самого Ллойд Джорджа и Бальфура сыграли свою роль. И, конечно, такой момент декларация Бальфура стала для Великобритании еще и попыткой пересмотреть все предыдущие соглашения, которые были заключены в более ранние годы, в 15-16 году. В России произошла революция, Россия фактически вышла из войны. Поэтому те части османского пирога, которые предназначались для России, уже можно было поделить по-другому и в том числе решить какие-то свои проблемы в противоборстве с Францией. Поэтому декларация Бальфура в этом отношении играла роль такой подушки, существенной для претензий на Палестину. При этом довольно негативное было отношение англичан к тем договоренностям, которые арабы рассматривали как вероятность включения Палестины в большое арабское государство. К этому времени уже сложилось представление о том, что англичане будут распоряжаться самостоятельно на тех территориях, которые были завоеваны английскими войсками, а то, что отводилось арабам, так сказать, непосредственный контроль над какими-то территориями, только в тех местах, где арабы сами сыграли во время войны какую-то военную роль. То есть в основном на Аравийском полуострове. Все остальное считалось завоеванным союзниками, и именно они должны были распоряжаться этими территориями. Ну и вот дальнейший ход, значит, вот появился на свет этот документ, декларация Бальфура. Я, конечно, тут опускаю все переговоры и все этапы, как это происходило, у меня несколько иная задача. Я хочу показать, что в результате исторического развития тех событий, которые происходили уже к концу Первой мировой войны, возникает идея опеки над территориями, опеки, которая должна была и формулировалась как мероприятие, которое должно было привести народы завоеванных территорий к дальнейшей независимости. Эти разработки велись уже где-то с лета 18-го года, и сама идея опеки возникла именно где-то еще до окончания войны. То есть мандат, как такая международно-правовая система, это была новая, но более смягченная форма колониализма. Такой колониализм в более современном виде, в более чистом варианте. Не делешь территории как добычи воевавших стран, а опека над отсталыми народами, которые предполагалось привести к независимости. В мандат включалось и международное право, принципы демократии, которые пришли. Конечно, эта идея была американская, из 14 принципов Вильсона. Включался в мандат какие-то демократические формы развития. Говорилось о необходимости справедливости и уважении населения всех проживающих на завоеванных территориях стран. Я постепенно подхожу к тому, что мандат был включен в устав Лиги наций и фактически мандат превратил сионистскую организацию в негосударственного субъекта международных отношений. Сама по себе декларация Бальфура тоже стала международно-правовым документом, потому что она была включена в мандат Лиги наций. Она была включена дословно в Северский договор с Османской империей. Правда, Северский договор так никогда и не вступил в силу. В силу тех обстоятельств, которые складывались на территории Турции в тот момент, и фактически эти все моменты институциализировали сионистское движение как некую международно-правовую силу. Что произошло в дальнейшем? В дальнейшем происходит постепенный отход Великобритании от тех обязательств, которые были взяты перед сионистами. Первый этап уже через пять лет после того, как была провослышана декларация Бальфура, в 1922 году издается первая белая книга, в которой интерпретация Бальфура, декларация Бальфура фактически исключает создание еврейского государства. Противоречия, возникшие между арабами и евреями в Палестине, они привели английское руководство к рассуждениям о том, что декларация Бальфура была непродуктивным документом. Затем белая книга 1939 года, полный отказ Великобритании от сотрудничества с сионистами в деле создания государства. Можно привести цитаты, которые свидетельствуют о том, что действительно это было так. Сейчас из-за недостатка времени я это все опускаю. И, наконец, что происходит после Второй мировой войны? Какова судьба декларации Бальфура после Второй мировой войны и вообще судьба мандата? В ООН создается международная система опеки. В статьях о международной опеке подтверждается право стран-мандатариев в решении условий опеки. То есть, фактически, мандатная система как бы переходит, и ООН является правоприемницей этой системы. Но 14 февраля 1947 года Великобритания подает в ООН свое ходатайство об отмене своих прав на Палестину, об отказе на мандат. И передает все права по решению вопроса о Палестине в ООН. В результате в ООН на протяжении всего 1947 года начинаются собственные разработки и собственные движения по тому, как решить вопрос Палестины. И мы знаем, что к концу 1947 года эти все движения выливаются в принятие на Генеральной Ассамблее ООН резолюции 181 о разделе Палестины. Ноябрь 1947 года. Таким образом, решение ООН фактически дезвуирает международное правовое значение декларации Бальфура. Декларация Бальфура перестает быть юридическим документом для решения каких-либо вопросов Палестины. Спасибо. Спасибо, Татьяна Всеволодна. Значит, все-таки декларация Бальфура анахронизм. Обсудим это потом, потому что следующее выступление Евгения Клаудерга называется «Декларация Бальфура изменила картину мира». Вот давайте посмотрим, кто прав. если понадобится Паула. 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 Ну, тогда хотя бы доска с Туши тоже. Ну, я начну пока. Если будет. Да. Добрый вечер. Я сразу извиняюсь за русский язык. Если я буду что-то говорить неправильно по-русски, то я буду говорить по-английски это правильно, а потом пытаться перевести это на русский. Действительно, я буду говорить про декларацию Бальфура, но в другом, в другом, с другой теорией, как бы, с другого нарратива. На самом деле, последние годы, ну, можно сказать, последние даже несколько десятков лет, особенно в американской политической науке, очень популярными стали модели рациональных игроков, которые сами по себе пытаются быть универсальными, но по своей особенности они аисторичны. Это не значит, что они неисторичны, потому что они тоже занимаются историческими моментами, но в отличие от историков, которые изучают действительно каждый момент создания государства Израиль, у нас очень много в Израиле таких людей, которые занимаются этими вопросами, то политологи, которые занимаются моделями рациональными, в принципе, считают, что речь идет о чем-то универсальном, потому что, в принципе, правильно было сказано, был подписан ДИЛ, сейчас это очень модное слово, особенно в эпоху Трампа, который хочет привести ДИЛ to the Middle East, несмотря на то, что непонятно, как это будет делаться, но это уже может быть потом, это как в вопросах разберем. Значит, что главное в теории рациональных игроков, какую лингвистику, какой лексикон нужно понимать, а потом с помощью этого лексикона мы попытаемся разобрать несколько моментов декларации Balfour. На самом деле, очень жалко, что нету Powerpoint, потому что у меня есть несколько карт показать и несколько документов, но ничего страшного, я могу выслать после этого эту презентацию, это как бы, кто захочет, может, конечно, посмотреть. У меня была публикация, я из Тель-Авивского университета, из института по изучению прикладной дипломатии, есть такая вещь, называется прикладная дипломатия, это не теоретическая дипломатия, а больше мы имеем связь с миром, с праксисом, мы приглашаем людей, которые приходят на наши конференции для того, чтобы рассказать о их политической деятельности, но кроме этого, конечно, в академической среде мы занимаемся изучением Ближнего Востока, ну, сейчас покажу вам более-менее, чем мы занимаемся. Значит, то, что важно сказать о теории рационального выбора, это то, что оба игрока, они на самом деле рациональны, если теории, вот такие теории, как культурные, теории столкновений цивилизации, говорили о том, что есть рациональный запад, который знает, как работают модели демократии, современной бюрократии, есть харизматический и султанистский восток, в котором все эти модели не работают, ну, это, конечно, очень упрощая, очень усугубляя, и, в принципе, они встречаются на Ближнем Востоке, они встречаются именно в арабо-палестинском конфликте, и здесь идет, как бы не состоялись две, two sets of norms, как бы, да, sets of values, как бы, две, как бы сказать, как это сказать, две системы ценностей, да, две системы ценностей. Этот подход, я пытаюсь, как бы, я не принимаю этот подход, сейчас объясню, почему. Есть другие подходы, которые объясняют создание государства Израиль с помощью геополитических, чисто геополитических изменений, здесь тоже нужно уточнять, потому что не понимаем до сих пор, что делала agency, что, какова роль была самого итерационального игрока, а теория рациональных игроков, она занимается не макро-процессами, то есть если геополитические изменения, о которых говорила Татьяна, это макро-процессы, то теория рациональных игроков, она занимается микро-политикой, то есть микро-процессами, это микро-политикал-сайенс, потому что мы пытаемся понять определенных игроков в определенных исторических ситуациях, которые действуют в определенных политических контекстах, в определенных политических институтах, то есть в конце концов выбор, он игрока, Если мы смотрим на Бальфура, то выбор в конце концов стоял за ним. Он мог написать это письмо, и текст этого письма на самом деле на том, что он ничего не говорит. Вот я цитирую одного из популярных историков декларации Бальфура. Он говорит, «Nothing in Balfour Declaration dealt with Jewish statehood, immigration, land purchase or boundaries of Palestine». Ничего в этом документе не было сказано, что такое Jewish home, что такое еврейский дом. Потому что здесь вот эта семантика тоже будет важна, я вам это покажу через несколько минут. Значит, вот то, что я пытаюсь показать, что есть очень много изучения декларации Бальфура, очень много пытаются объяснить, что вот именно вот это vagueness, то есть vagueness по-русски, как правильно перевести, uncertainty, да, вот такая нечеткость, вот такая аморфность декларации. То, что четко, насколько декларация Бальфура отличается от partition plan, да, от 181-й резолюции, там, где четко указаны границы, четко указано, где будут два государства, декларация Бальфура, она ничего по этой теме не говорит. И вот то, что я считаю, что это было очень рациональным шагом, именно чтобы она это не говорила, потому что, в принципе, то, что важно было для Бальфура и то, что важно было для Вайцмана на этот момент, это было, чтобы было сказано слово Jewish, а не Jewish something. А я сейчас объясню, почему. Потому что it could be home, it could be later nation state or sovereign state later in later stages. Но очень важно, чтобы это было Jewish, потому что то, что, если это Jewish, это значит, что, вот смотрите, вот вы начали, я приведу пример. Вы начали конференцию о том, что было два варианта, и один был о создании, а один был о воссоздании. Значит, если речь идет о создании государства Израиля, это же очень важно, потому что, смотрите, вот, допустим, возьмем… Тогда в 1953 году закон о возвращении, он уже не мог быть законом о возвращении, он должен был быть законом о эмиграции. Что такое возвращение? Закон о возвращении говорит о том, что… Что такое человек возвращается? Law of return. И на еврите это называется хокошвуд. От слова shav, или return, или возвращение. То есть здесь существует какой-то элемент возвращения. Для того, чтобы возвращаться в какое-то место, нужно там прежде всего побывать. Но я переехал в Израиль 30 лет назад, моя семья, мы переехали в Израиль. Мы не вернулись туда на самом деле, мы просто туда переехали, мы там никогда не были до этого момента. Но мы приехали, потому что закон о возвращении 1953 года именно это предусматривает. Так если бы государство просто создавалось, нужно было бы создавать законы о эмиграциях. Но поскольку государство воссоздавалось, поэтому можно было и делать закон о возвращении. Потому что если государство воссоздавалось, как еврейское государство, а не какое другое. И у этого есть очень много… Не поймите, что это эксклюзивное государство, это эксклюзивное этническое государство. При этом было совершенно непонятно, что значит еврейское. И до сих пор это непонятно. Что такое еврей – это самый, может быть, основной вопрос и философии, и истории, и социологии. До сих пор непонятно, что такое еврейское. Но важно, чтобы оно было… Это сейчас даже не важно. Сейчас даже, как мы говорим, те, которые подходят формальным подходом, говорят, что это не важно сейчас, что такое еврей. Важно, что есть еврей и есть нееврей, и есть определенная пропорция между ними. 80% евреев на данный момент, 20% арабов. Правильно? Государство еврейское только лишь потому, что у него есть еврейское большинство. Вот это то, что обеспечивает легитимность государству Израиль. Понимаете? Потому что если мы пойдем по историческим тропам и начнем, как вот пытаются делегитимизировать государство Израиль, и говорят, что на самом деле здесь не было евреев 100 лет назад, а у евреев нету… Посмотрите, вот евреи приехали из всего мира. Есть черные евреи, есть белые евреи, есть из Советского Союза, есть из Кавказа. Это все евреи. На самом деле вы все стоите в 11 часов вечера 31 декабря и ждете, пока Путин произнесет свой спич, и при этом вы заедаете это все свининой. Поэтому как бы вопросов к идентичности очень много. Но тем не менее, если есть даже те люди, которые даже вот так вот себя ведут, как мы сказали, не по-еврейски, они себя означают евреями, а не неевреями. И есть вот это большинство 80-20, оно уже обеспечивает эквилибриум. А эквилибриум – это вот основной язык теории рациональных игроков, это обеспечивание эквилибриума. Декларация Бальфорна привела к какому-то новому эквилибриуму. Потом мы увидим, что этот эквилибриум все время может меняться относительно других исторических моментов, которые создадут ситуацию для новых эквилибриумов. Вот давайте я вам дам простой пример, а мы потом этот пример возьмем, я буду им пользоваться уже для того, чтобы показывать примеры, которые касаются исторически. Давайте возьмем пример из чистой повседневной бытовой жизни. Представьте себе ситуацию, вы приходите в ресторан, и там есть в меню два супа. Один грибной суп и один луковый суп. И есть то, что называется суп дежур, суп оф дедей. И вы спрашиваете, какой суп оф дедей, и вам говорит официант, что на самом деле нету супа в дедей. Вы говорите, ну хорошо, давайте тогда луковый суп. Через две минуты возвращается официант, и он вам говорит, на самом деле у нас есть суп оф дедей, it's a vegetable суп. И вы тогда говорите, тогда на самом деле я тогда заказал onion, тогда неси мне тогда mushroom. Правильно? Почему изменили свой choice? Потому что добавилась информация. Любая информация, она приходит к перекалькуляции. Мы рациональные игроки, чем больше мы знаем про нашего врага, чем больше мы знаем, что происходит в штабе демократической партии в Соединенных Штатах, тем это влияет на наше поведение. То есть мы ведем себя стратегически. Мы стратегически рациональные акторы, которые все время, благодаря информации, которая подходит, постоянно меняем наши choices. Потому что наш choice – это не что-то fixed. Мы все время меняем, мы все время делаем различные калькуляции и рекалькуляции наших different choices. Мы делаем различные выборы. Поэтому теория называется теория рационального выбора. Значит, смотрим, какие рациональные выборы были сделаны и как информация меняла вот этот эквилибриум. Значит, уже буквально за два дня до подписания самого договора, 30 октября 1917 года, из cabinet papers идет то, что называется в теории evaluation of risk. Они, конечно, не знали так, что в этих терминах они, конечно, не говорили, они говорили, что происходит. Но очень важно здесь заметить, что было написано в протоколе этого документа. Они говорят, national home did not necessarily involve early establishment of independent Jewish state. Это не значит суверенитет. Мы здесь ни про какой суверенитет не говорим. Such a state was a matter of gradual development in ordinance with ordinary law of political evolution. Мы дадем здесь возможность to have Jewish something. И этот Jewish something will bring to Jewish majority one day. Да, это Jewish something. We don't know what is that Jewish home. Потому что такого понятия нет в international law. Такого понятия нет в home. Что значит home? Как бы кто... You are Jews, but you obviously feel home here in Russia, right? What is your home? It's very vague and amoralist term. No, you cannot... It's for sure not a terminology of international law. Тогда я возвращаюсь на русский язык, потому что я вижу, что я перехожу на английский, сразу теряю понимание. То, что я хотел... Значит, фраза пролетает по-английски, а потом я ее осмысливаю и могу тогда перевести сам себя на русский. Значит, то, что... Вот это вот... Пять минут. Значит, давайте быстро пробежим еще по каким-то моментам. Значит, я говорю uncertainty is rational. Кроме того, давайте посмотрим на вот этот момент. Значит, рациональные игроки всегда смотрят на pro and contra. Что мы выиграем с этого? Какая будет цена тому, что мы сейчас подпишем? И вот в документе, который 19 декабря, то есть через полтора месяца после подписания, которая переписка между Арнольд Тойнби и Льюис Намиер, они говорят про objection, который пришелся от арабских лидеров Палестины. И они говорят, что... Потому что еще рано говорить о sovereignty, еще рано говорить о... Но мы здесь хотим сделать Jewish entity. Они называют это Jewish entity. Вот это уже тоже важный аспект просвечивается буквально через полтора месяца. Опять же, Jewish entity is still something. It's not something clear. Но есть уже какая-то Jewish entity. Потом, смотрите, следующее, это... Вот это я хотел показать. Соглашение между Вайцманом и Фейсалом. Значит, опять же, два рациональных игрока пытаются максимизировать свои выгоды. И они подписывают 3 января 2019 года. То есть, через год и месяц спустя, вот этот знаменитый протокол, который все цитируют и который все изучают. Ну и четвертый момент, опять же, касается Jewish something. И они говорят, it's not a sovereignty. Они говорят, это не о создании суверенитета. А мы здесь речь идем о... Здесь идет о necessary measures, чтобы сделать emigration. Чтобы евреи могли эмигрировать на территорию Израиля. И здесь мы просто будем рассказывать, какая у этой political entity будет функция. То есть, чисто функциональным языком. Дальше. Теперь есть... Опять же, мы продолжаем... Опять же, в теории рациональных игроков очень важно понять, как игроки пытаются снизить до нуля свою uncertainty. Вот то, что не хватает информации. Как они пытаются достичь информации любым путем. И вот... Значит, в Weizmann-Faisal Agreement 27 февраля 2019 года The nation that to receive Palestine as League of Nations Тут уже появляется в первый раз слово nation. Это очень важно. Первый раз уже появляется Jewish nation. Jewish something for Jewish nation. Это значит, что уже... В чем разница между этнической группой и нацией? Этническая группа, у нее нет проекта суверенного. То есть, она не добивается какого-то суверенитета. А нация добивается. То есть, если уже есть shift с этнической группы к нации, это значит, что уже есть признание суверенитета. То есть, на самом деле, уже в этой игре идет такой торг серьезный, когда игроки представляют свои карты. И когда идет требование на все время на повышение. И вот уже следующий этап, уже буквально через несколько... Strategic behavior and reduction of uncertainty around Balfour Declaration. Значит, они пытаются все время повысить. Понятно, что сионисты все время пытаются повысить ставки, в то время, когда в какой-то момент приходит Роберт Лэнсинг, это Secretary of State of the United States, в какой-то момент, и он пишет эту знаменитую Лэнсинг-телеграм, в которой он говорит, что... Он критикует зионист movement, и он говорит, too much demands, you need to stop them. И он говорит, ask Lord Balfour to clarify, what does it mean Jewish National Home? Do you mean sovereignty or you don't? Вот именно этот момент. То есть он его как бы пытается... На то, что если в рациональных игроках мы все время пытаемся повысить ставки, но игрок, который идет против нас, пытается понизить ставки. То есть идут два рациональных игрока, которые ставят определенный риск, идут на определенный риск. То есть само подписание agreement – это тоже всегда риск. И тут можно, конечно, много обсуждать относительно risk behavior. Кроме этого, можно еще сказать, что rational choice theory behavior follows from pursuit of object to preference of specification of crucial. То есть здесь на картинке у меня код в мешке, то, что называется. Что такое... Balfour Declaration, они это называли, как было такое... В документах появлялось британских лидеров, то, что историки находят. То, что это было код в мешке, это именно помогало сионистскому движению давать этому дополнительные интерпретации. То есть что имеется в виду Jewish home? Потому что это было как... A pig in a poke, это на английском кот в мешке, на самом деле. Они просто говорят свинья в мешке. Просто я думаю, что это не кошерно, поэтому у нас это код в мешке. Значит, ну, если говорить про данную ситуацию, я хотел вам показать несколько картинок тут интересных о конференции, которую пытаются, не пытаются, а планируют создать турецкое общество Islamic Jerusalem, которое называют Islamic Jerusalem. И они будут проводить конференцию в ближайшем ноябре месяце. И они... Заканчиваю буквально минутку. Они называют эту конференцию как Jewish state as a buffer state. То есть понятно, да? Вот геополитические... Вот мы видим отношения с Турцией проблематичные. Турция как нео-османская империя. Турция, которая считает Сайкс Пико и Бальфур как то, что вообще нарушило планы развития. Турция, которая вообще сейчас... Это как бы релевантных ситуаций в Сирии и в Ираке, которая вообще считает Масул частью турецкой империи. И поэтому как бы там и воюет и щит, и фрата, и все, что происходит сейчас в геополитической ситуации, это все очень связано. То есть это geopolitical reading of Balfour declaration. И поэтому они считают, что Израиль это был buffer state. Вот так и называется эта конференция в будущем, которая будет проходить. Israel as a buffer state. И, ну, в принципе, здесь многие моменты я упустил, потому что я хотел как бы более глубоко... Да. Ну, конечно, обсудим на вопросах. Когда будет вопрос. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. Ну, последним первым в этой связи я могу назвать... В какой-то газете было написано «Трамп чистый Бальфур». Бальфур. Да. Ну, что же... Вы знаете, что сейчас была подана петиция в британский парламент сейчас извиняться за декларацию Бальфура в 2017 году. И эта декларация была на сайте британского парламента. И она набрала, по-моему, там 13 тысяч подписей. Я думаю, у меня даже есть эта точная цифра. Она набрала, да, 13 тысяч подписей. И если бы она набрала 15 тысяч, это бы перешло в парламент для дебатов. Значит, и Тереза Мэй, которая a great friend of Israel so far, она сказала, we are proud of the Balfour declaration. Nothing to regret. А палестинцы и НГО требовали to apologize. Вот сейчас как раз мы об этом поговорим, потому что тема Екатерины Юрьевны Усовой – это декларация Бальфура и ее влияние на еврейско-арабские отношения в Палестине. И так было соглашение Витцмана и Фессала. Что же потом произошло? Катя, расскажите нам. Катя, только быстро. Да, да. Так, ну, собственно, было не только соглашение Витцмана и Фессала. В принципе, есть такое стереотипное мнение, что отношение между евреями и арабами – это какой-то конфликт из вечной и вечной. И он всегда носил такой вот экзистенциально непримиримый характер и всегда будет носить такой характер. Вот на самом деле это, в общем-то, не соответствует действительности. Ну, можно сказать, что, в принципе, если говорить о Палестине, о Ближнем Востоке, то там, собственно, взаимоотношения между арабским и еврейским национальными движениями начались только после Младой турецкой революции 1909 года, потому что до этого там были просто запрещены все эти движения, потом они были легализованы, и, соответственно, между ними начались взаимоотношения. Ну, я не буду вдаваться во все подробности, но, в принципе, эти отношения носили характер, описываемый известной формулой «conflict and cooperation», конфликты сотрудничества. То есть, да, конечно, были конфликты, но вместе с тем были контакты, были попытки договориться. Кстати, было не только соглашение между Фессалом и Вейцманом. Накануне Первой мировой войны была запланирована конференция под Бейрутом, и, собственно, в общем-то, не состоялась она в конечном итоге из-за того, что началась война. После войны тоже были различные контакты, не только между Фессалом и Вейцманом. Ну, собственно, договоренности между Фессалом и Вейцманом были достигнуты при участии и посредничестве в Великобритании, но впоследствии также были попытки найти какие-то договоренности, достичь каких-то договоренностей в обход англичан, в частности, вот в Каире были контакты дипломатические в 1922 году. Несмотря на то, что да, уже в 1920 году были первые волнения арабов, нападения на евреи, в частности, на севере, в Галилее, и в 1921 году было известное нападение на первомайскую демонстрацию в Тель-Авиве. Но вместе с тем, да, были какие-то переговоры, были, кстати, весьма довольны палестинские крестьяне, которые могли получить работу в еврейских поселениях, которые могли пользоваться услугами большого количества врачей, которые въехали, ну, в принципе, здесь это довольно хорошо известно. То есть, в общем, такого конфликта не было. И как раз-таки вот именно за время британского мандата, собственно, вот отношения между арабами и евреями постепенно эволюционировали от состояния конфликта сотрудничества к состоянию война всех против всех. Вот, и, ну, можно подумать, собственно, какую роль здесь сыграла сама декларация Бальфора. Ну, наверное, нужно говорить не только и не столько о самой декларации Бальфора, сколько о британском мандате. Ну, эти два события, конечно, очень тесно взаимосвязаны. Ну, как уже говорила Татьяна Всеволодовна, декларация Бальфора стала третьим из взятых на себя Великобритании обязательств после переписки Макмагона Хусейна, в котором Великобритания обещала поддержать создание независимого арабского государства под руководством династии хашемитов и соглашение с АЭКС-ПИКО, где были разделены сферы влияния между Англией и Францией. Собственно, декларация Бальфора была подписана в конце Первой мировой войны в разгар успешного британского наступления в Палестине, в котором британские войска активно поддерживались как их арабскими, так и еврейскими союзниками. И, собственно, в значительной степени декларация Бальфора была обусловлена тем, ее принятие, что англичане просто хотели пересмотреть соглашение с АЭКС-ПИКО в свою пользу и привести вот эту вот линию разграничения в соответствии, собственно, с границами тех территорий, которые реально захватили британские войска в Палестине. И здесь, конечно, меня очень заинтересовали и порадовали пространные рассуждения Евгения о двусмысленном характере декларации Бальфора. Да, действительно, в очень многих книгах можно прочитать, что англичане обещали евреям независимое государство, причем обещали на всей территории, которую Великобритания получила в качестве мандата, потом они, значит, предали, обманули, отдали там большую часть хошемитам в виде Ордании и вообще перестали говорить о независимости. Ну, да, действительно, что такое Jewish National Home, по-русски это чаще все переводится как национальный очаг. Ну, что такое может быть национальный очаг? Ну, вот какой-нибудь анклав, компаунд в Иерусалиме, там университет, музей, там библиотека, синематека, вот вам, пожалуйста, культурный центр мирового еврейства, пожалуйста, вот все замечательно. Нет ни слова о национальном государстве, нет ни слова о том, что это должна быть вся Палестинка. Это в Палестине, ну, где в Палестине? Ну, вот на горе Скопус, все, пожалуйста. Вот, и, собственно, по этому пути потом британская политика и пошла, и я думаю, что вот такая формулировка, туманная, да, она была выбрана совершенно умышленно, вот, поскольку, ну, конечно, тогда еще Первая мировая война не кончилась, когда была опубликована Декларация Бальфура, и еще неизвестно было, что Османская империя прекратит свое существование. Вот, ну, собственно, прекращение существования Османской империи, оно было, с одной стороны, давно ожидаемым, с другой стороны, совершенно неожиданным, то есть вот как наступление зимы в России. С конца XVIII века все знали, что Османская империя, это такой колосс на глиняных ногах, но вот, когда она все-таки рухнула, это для всех стало большой неожиданностью. Вот, и, соответственно, именно тогда встал вопрос о том, что, собственно, будет на тех территориях, которые после этой империи остались. И мандатная система, ну, здесь я немножко все-таки поспорю с Татьяной Всеволодовной, она все-таки предполагала переход к независимости. Вот, и да, 14 пунктов Вильсона, это был очень важный документ, который невозможно было игнорировать, и, кстати, между прочим, мандатная система, там было три категории, и как раз именно ближневосточные территории, вот Палестина, Месопотамия, то бишь Рак, и Сирия с Ливаном, которые отошли Франции, они входили в категорию А, то есть считалось, что эти территории уже в достаточной степени развиты и готовы к обретению государственной независимости, к построению суверенных государств при определенной, как бы там было написано, административной помощи государства-мандатария. То есть государство-мандатарий по условию мандата обязан был способствовать развитию органов самоуправления, будущего государственного управления и созданию независимых государств. Вот проблема в том, что ни Великобритания, ни Франция, ничего такого, в принципе, такого результата они не хотели. То есть, с одной стороны, они обязаны были условия мандата выполнять, и, кстати, они не имели права просто так отказываться от выполнения той же Бальфурской декларации, поскольку она была в текст мандата включена. То есть, значит, они должны были отказываться от мандата, раз они отказывались ее выполнять. Но поскольку текст был, как уже говорилось, туманным, то, соответственно, можно было выполнением декларации считать, как говорится, и то, и это. Катя, переходи к палестинцам. Да. Пять минут. Да, нет, ну, собственно, о палестинцах, конечно, можно говорить очень долго, и, конечно, ни пяти, ни десяти, ни пятнадцати минут здесь не хватит. Собственно, как раз вот я главную порту все-таки хотела сделать именно на декларацию Бальфуру и на политику Великобритании. Ну, собственно, политику Великобритании очень часто, особенно вот в советской, ну и в постсоветской литературе, принято характеризовать известные формулы разделяя властвию. Ну, когда где-то там появляются империалисты, и там возникает конфликт, ну, это такая, в общем, сама собой напрашивающаяся формулировка. Вот сейчас вообще говорят о том, что там специально там устраивают какой-то управляемый хаос, чтобы какие-то из этого вынести выгоды. Ну, вот я лично считаю, что вообще вот это, грубо говоря, полный бред, поскольку, во-первых, управляемого хаоса быть не может, а во-вторых, выгоды из хаоса могут извлечь только организации типа Аль-Каиды и ДАИШ, и никак никакие нормальные государства. Вот. Моя, значит, мой тезис таков, что здесь скорее имело место принятие решений в кризисной ситуации, в условиях неопределенности, недостатка информации о происходящих процессах, в условиях быстрого развития этих процессов и нехватки времени на обработку и осмысление поступающей информации. Вот, то есть фактически вот со стороны Великобритании действительно вот на протяжении всего мандатного периода имели место такие вот беспорядочные метания в условиях потери контроля над ситуацией. Политика носила двойственный характер. С одной стороны, главной целью было сохранить присутствие, причем не просто сохранить присутствие, а там, ну, был такой геополитический проект, да, главное, две главных опоры Британской империи, это Суэцкий канал и Индия, соответственно, между ними должен был быть какой-то сухопутный коридор, и там должен был быть британский контроль, британское присутствие и так далее. Вот, с другой стороны, условия мандата нужно было выполнять, развивать сумму управления и так далее. Как мне представляется, какая-либо четкая стратегия, алгоритм действия, то, что сейчас называется дорожной картой, у британских властей отсутствовали. Вот, и последний тезис, который бы я хотела предложить, касающийся, кстати, палестинцев тоже, вот, это то, что вот по моему глубокому мнению, главными ответственными за то, что конфликт между арабами и евреями в Палестине дошел до того, до чего он дошел, являются прежде всего, конечно, это известный Амин Аль-Кусейни, и, кстати, то, что именно он из всех, так сказать, палестинских элит оказался, так сказать, как бы, да, царем горы в Палестине, конечно, здесь тоже в значительной степени британская администрация сыграла свою роль. И, конечно, Великобритания несет значительную ответственность вот этим своим, так сказать, bad governance в Палестине за то, что вот случилось то, что случилось. И, как я сказала, от состояния конфликт and cooperation все перешло к состоянию войны всех против всех. Спасибо за внимание. Спасибо, Кати. Спасибо. Ну, во всяком случае, когда я говорила о том, что декларация Бальфора имела немедленные последствия и отдаленные последствия, мы сейчас говорим о близких последствиях. И, кроме того, что уже в 2018 году было решено британцами послать комиссию в Палестину, узнать вообще, а мы-то им как бы национальный очаг обещали, а где это все будет происходить. И вот когда туда комиссия прибыла, то начались первые волнения арабов Палестины, потому что они как раз восприняли это как уже начало практического применения декларации Бальфора. А что же последовало в русле сионизма после декларации Бальфора? Вот Ирина Викторовна нам обещала рассказать о еврейской эмиграции в подмандатную Палестину после декларации Бальфора. Уважаемые коллеги, у меня и достаточно без этого самого усилителя звука. Записи, да, я поняла, конечно. Значит, уважаемые коллеги, тема моего сообщения «Декларация Бальфора и еврейская эмиграция в подмандатную Палестину 1917-1939 год». Это очень обширная и многоплановая тема, и в этот короткий, отведенный мне период времени я остановлюсь только на основных узловых моментах. В начале XX века Великобритания, стремясь обойти союзников и укрепить свои позиции, поддерживала и использовала в своих целях притязание сионистов на Палестину. В январе 1915 года в Англии был опубликован официальный меморандум «Будущее Палестины», поддерживавший еврейскую эмиграцию под покровительством британцев. Незадолго до декларации Бальфора Хайм Вейтсон представил САИКСУ документ под названием «План программы для еврейского возрождения Палестины в соответствии со стремлением сионистского движения». С подробным изложением намерений сионистов. Декларация Бальфора 2 ноября 1917 года политический документ, обещавший сионистам возможность приступить к осуществлению своих планов. В своем письме, адресованном вице-президенту Сионистской Федерации Великобританию барону Ротшильду, министр иностранных дел Великобритании Бальфор выражал готовность поддержать создание в Палестине национального очага для еврейского народа. 25 апреля 2020 года Верховный Совет союзных держав на конференции в Сан-Райме передал Палестину под опеку Великобритании. 24 июля 2022 года Лига наций, одобрив это решение, предоставила мандат на Палестину, вступившую в силу в сентябре 2023 года. В важнейшем положении мандата подчеркивалась необходимость Великобритании взять на себя ответственность за проведение в жизнь декларации Бальфора и создание таких политических, административных, экономических условий, которые обеспечат образование еврейского национального очага в Палестине и будут содействовать еврейской эмиграции. В декларации Бальфора подчеркивалось, что правительство Его Величества относится благосклонно к установлению в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для быстрейшего завершения этой цели. Англия разрешила сионистам организовать массовый въезд евреев, их экономическое и политическое закрепление на территории Палестины, подавляющее население которой во время Первой мировой войны от 91 до 93% составляли арабы, тогда как евреев насчитывалось от 50 до 60 тысяч, где-то около 8%. Причем около половины из них не были уроженцами этой страны, а переселились в нее в конце 19-го, 20-го века. Осуществление сионистской цели создания еврейского очага требовало в первую очередь максимального увеличения численности еврейской общины. На 12-м сионистском конгрессе 1921-й год один из ведущих идеологов, сионизм Усышкин, определяя методы колонизации Палестины, подчеркивал, «Если мы будем переселяться постоянно в Палестину десятками, сотнями, тысячами, сотнями тысяч, то арабский вопрос будет решен сам собой». В соответствии с этим, лидеры сионизма с первых шагов в своей деятельности требовали от британских властей отказаться от системы установления ежегодных квот на въезд евреев и разрешить неограниченную миграцию. 3 июня 1921 года Верховный комиссар Палестины Герберт Самуэль дал первую официальную интерпретацию термина «еврейский национальный очаг». Значение декларации Бальфро, это цитата, «заключается в том, чтобы рассеянные по всему миру евреи смогли прибыть в Палестину, дабы содействовать ее процветанию на благо всех ее жителей». И при этом он подчеркнул, что еврейская миграция будет приведена в соответствие с экономическими возможностями Палестины. В 1922 году основные положения речи Герберта Самуэля вошли в представленную правительством Великобритании так называемую «Белую книгу» 1922 года или «Меморандум Черчилля», в котором говорилось о критерии экономической емкости, ограничивавшем еврейскую эмиграцию. По мнению авторов «Белой книги», эмиграция не может быть слишком большой, так как страна не в состоянии принять много переселенцев, исходя из своих экономических возможностей. Важно дать гарантию того, что новые эмигранты не станут обузой для населения Палестины и не создадут конкуренцию в какой-либо области трудовой деятельности. С установлением в Палестине власти британской администрации ворота страны открылись для еврейских эмигрантов, исходя из экономической емкости страны. На 2020 и 2021 год была утверждена квота еврейской эмиграции в 16 500 человек. В период с июля 20 по апрель 21 в Палестину въехало 10 652 эмигранта, из которых 9 191 имели рекомендацию сионистской организации. В середине 20-х годов усилилась еврейская эмиграция. В 23-м году, если это было 7 421 человек, в 24-м году уже 12 856, в 25-м 33 801. Сионистская колонизация Палестины под лозунгом «Завоевание земли, труда и рынка» происходила в соответствии с уставом учредительного фонда Керенха и Сот, задачей которого была организация еврейских сельскохозяйственных поселений, куда допускались только рабочие евреи. Затем были определенные спады экономического развития, то есть кризисы и депрессии 1929-1933 года, которые также отразились на ситуации в Палестине. В 1931 году упала эмиграция до 4000, в 1932-м немножко стало увеличиваться до 9500, в 1933-м уже было 30 327, и дальше по нарастающей 1934 год 42 359, и 1935 год 61 854. К середине 30-х годов резко возросли размеры еврейской эмиграции и сионистского внедрения в экономическую жизнь Палестины. Лидеры сионизма пытались объяснить, что увеличение масштабов эмиграции в Палестину в первой половине 30-х, в середине 30-х исключительно связано с тем, что основной поток въезжающих в страну это евреи из Германии. Но уточненные цифровые данные ставят под сомнение эти утверждения. Из 170 тысяч, въехавших в Палестину, с 1933 по 1936, только 25% были выходцы из Германии. Резкое увеличение эмиграции явилось притворением в жизнь, принятой в 1933 году на 18-м съезде Сионистского конгресса в Праге, на 18-м Сионистском конгрессе в Праге программы об ускоренных темпах создания еврейского национального очага в Палестине. Теперь еще два... У меня еще есть немножко время. Значит, два... Да, но очень важные моменты здесь, несколько. Причины еврейской эмиграции носили не только политический и идеологический характер, в первую очередь имели веские экономические основания. Многие еврейские трудящиеся, эмигрировавшие в Палестины, были далеки от сионизма и имели весьма о нем смутное представление. До 1924 года основной поток еврейской эмиграции был из Европы в США с 19 по 1924 год. В США переселилось 240 тысяч евреев, а в Палестину 35 тысяч человек, в основном малоимущие. В 1924 году США закрыли въезд для евреев, что вызвало резкий рост эмиграции в Палестину. Я стараюсь покороче, но есть некоторые моменты, обязательно надо сказать. Значит, сионистские организации и мандатные власти были заинтересованы в притоке в страну капитала и облегчали въезд обладателям капитала не менее 500 палестинских фунтов. Достаточные суммы для начала промышленной или коммерческой деятельности. И лица этой категории условно назывались первым классом, и их приезд не ограничивался. Въезд числа малоимущих евреев был ограничен 16,5 тысяч человек в год с обязательным трудоустройством. Так, затем я уже тут, конечно, сокращаю. Евреи, которые приехали из Германии, немецкие евреи, евреи с 1929 по 1940 год привезли в Палестину крайне необходимые усовершенствования орудия труда и оборудование, стоимость в 5,9 миллионов фунтов. Затем, значит, здесь... Ну, еще сколько у меня? Три минуты есть там? Помимо активной деятельности... Показчика. Да. Помимо активной деятельности по организации еврейского Ишува в Палестине была создана профсоюзная организация, в которую вошли в 1922 году, если было только 8 394 человека, то в 1927, всего через 5 лет, уже 25 тысяч еврейских трудящих. Значит, Великобритания... Я заканчиваю сейчас. ...использовала силы и средства еврейских иммигрантов для освоения подмандатной территории, стремясь при этом найти все-таки своеобразный баланс в Палестине между евреями и арабами и снять остроту проблем, накопившихся в 30-е и 40-е годы. На практике легальная иммиграция осуществлялась в соответствии с квотами британской администрации, ссылавшейся на так называемые «Белые книги». Это книга «Белая» 22-го года, как я уже сказала, 37-го года, это был такой переходный период, и иммиграция в целом резко ограничивалась. И последнее, за 3,5 месяца до начала Второй мировой войны, 17 мая 1939 года, была опубликована очередная «Белая книга», содержавшая три раздела «Конституция, иммиграция и земля». В разделе «Имиграция» подчеркивалось, что с апреля 1939 года в течение следующих 5 лет разрешалась иммиграция 75 тысяч евреев в Палестину, на каждый год пятилетнего периода устанавливалась квоты 10 тысяч человек. Кроме того, 25 тысяч могли въехать в Палестину с разрешения Верховного комиссара. Все, я заканчиваю. Параллельно с легальной иммиграцией существовала нелегальная иммиграция. Ежегодно тысячи человек расселялись в Палестине, избегая столкновений с пограничными патрулями, приехав под видом путешественников. Поток нелегальной еврейской иммиграции в Палестину постоянно увеличился. Отчаявшиеся, измученные своим положением евреи решались на отъезд в Палестину, который для многих был единственным спасательным кругом. И долгий и мучительный путь к палестинским берегам, полный страданий и драматизма часто заканчивался массовой гибелью беженцев. И последнее предложение. Еврейская иммиграция в Палестину изменила численное соотношение еврейского и арабского населения. Если в 2019 году арабское население было около 90%, еврейское только свыше 8%, то в 1938 году удельный вес еврейского населения возрос до 30%. Рост еврейского населения, расширение его жизненного пространства, лишение арабов исконных земель вызвали яростное возмущение арабского населения и обострили отношения между двумя общинами. Пророческим стало образное выражение дальновидного члена Палаты лордов Великобритании лорда Сайденхэма в ответ на представленную декларацию Бальфора. Вред от того, что в арабскую страну хлынет иностранное население, возможно, никогда не удастся исправить. На Востоке образовалась открытая рана, и никто не может предсказать, сколь глубокой она может оказаться. Но дальнейший ход исторических событий, он подтвердил некоторые моменты из этого выражения, и, к сожалению, пока что все остается открытым. Всем окей. Спасибо, Ир. Спасибо. Вы знаете, одно очень короткое замечание. Дело в том, что есть еще оригинальная идея Вейтсмана, не перестаю восхищаться этим человеком, между прочим, который он хотел заложить в декларацию Бальфора. Хочу вам ее напомнить. Посмотрите, как ловко он обошел все острые углы, о которых мы сейчас говорили. Он подал это в виде своего документа господину Сайксу, который потом делил Палестину. Так вот формулировка самого Вейтсмана. План программы для еврейского возрождения Палестины в соответствии со стремлениями сионистского движения. Прекрасно, да? Да. Вот. Что же, мы переходим к последнему сообщению нашего первой части. Предоставляю слово Дмитрию Александровичу Мариасису, кандидату экономических наук, у нас экономист, и его сообщение экономическое развитие Палестины в период британского мандата. Добрый день. Действительно, у любого развития, у любого политического документа есть, естественно, и некоторое экономическое преломление. И это очень важно, потому что приход Британии с теми целями, задачами, про которые уже здесь было много сказано в Палестину, конечно, изменил и бытовую экономическую ситуацию в Палестине в принципе. Я сейчас буду говорить не только о еврейской общине, я буду говорить о еврейской и об арабской общине Палестины и о том, как их совместное экономическое развитие стало, ну, по сути, одним из экономических итогов реализации декларации Вальфора. Но перед этим я бы хотел внести несколько уточнений. Мы сегодня знаем, что, в частности, чем занималась британская администрация с экономической точки зрения на территории Палестины. Строила дороги, строила энергосистемы, инфраструктуру, короче говоря. Строила больницы, строила систему образования. Вообще действовала по той методике, которая действовала во всех своих колониальных проектах. Да, у нас создавалась администрация, развивалась инфраструктура, развивалась вся промышленная часть и так далее. Теперь очень интересный момент. Конечно же, в основном, арабские филлахи, крестьяне не могли работать в еврейских, тут было про это сказано, готов не согласиться с коллегами, что практически, особенно на более поздних этапах, еще до Первой мировой войны, крестьяне арабские, конечно, работали очень много на еврейских предприятиях, принадлежавших евреям, но по мере развития политики завоевания еврейского труда жестко прекращался доступ арабским рабочим, даже если они были эффективнее и профессиональнее, чем их еврейские соперники, скажем так, за рабочее место. Так что там такого не было. Более того, и арабы практически еврейскими больницами не пользовались, потому что евреев туда не пускали, потому что тогда вообще медицина для арабов была, это очень такой спорный был момент, там они даже не занимали то количество коек, которые для них выстраивали британцы. То есть это достаточно интересный момент. И надо сказать, что для арабской общины Палестина вообще приход британцев был очень важен. Почему? Потому что, например, вся инфраструктура, если говорить, такая вот именно социальная, больница, образование, она была в основном рассчитана в итоге, то есть она как бы была формально рассчитана на всех, но евреи-то создавали свою инфраструктуру и образовательную, и медицинскую, и они практически не пользовались той инфраструктурой, которую создавала Великобритания, а ей как раз пользовались именно арабские жители Палестины. У евреев просто не было необходимости. Я вам приведу один пример, чтобы вы понимали. Количество врачей и общей практики у евреев было 20 врачей на 10 тысяч человек. Вторая страна в мире по такому соотношению была Швейцария. Знаете, всяким показателем? 19 врачей общей практики на 10 тысяч человек. То есть количество въехавших евреев с таким образованием сделало Израиль абсолютным лидером по Еврейской общине Палестины по количеству медперсонала на душу населения в мире, еще раз я подчеркиваю. Поэтому у них не было необходимости в британской системе медицинского обслуживания. Это очень важно понимать. Поэтому тут про поводу... Да, ну а у арабов у них вообще не было. Еще было достаточно традиционное общество и использовать больницы и вообще такую вот систему медицинского обслуживания современного к тому времени такой традиции еще практически не было. И еще один очень важный момент. Говорили про белые книги. Вообще первая белая книга была на самом-то деле, хотя, может быть, и некоторые политические лидеры еврейской общины говорили, что нет, мы за отмену этой белой книги. На самом деле никто за нее не выступал, за отмену, потому что действительно экономические возможности не позволяли интегрировать всех евреев, которые хотели бы приехать. И на самом деле было выгодно квотирование. Более того, лидеры еврейской общины сотрудничали с британской администрацией в определении этих квот и составлении списка профессий, на которые, можно сказать, за исключением класса первого класса, то, о чем было говорило, люди, которые собственным капиталом приезжают. Это было очень важно понимать. Там вот дальше, когда уже действительно пошло ужесточение ограничений на въезд несоответствующим требованиям еврейского руководства, вот это действительно была проблема. Так вот, интересно, что, кстати, Палестина развивалась в то время против, скажем так, если бы был график, то есть, условно говоря, я попробую нарисовать очень просто, что если в 29-м году в Европе наблюдается экономический спад, то если вы посмотрите на все записи, то в 29-м году в Палестина наблюдается экономический подъем. 29-31-го года это одни из самых высоких темпов роста экономики в Палестина и один из самых благополучных периодов в истории догосударственной Палестины в 20-м веке. В частности, это связано с переливом капитала, потому что как раз те люди, которые убегали, они приезжали со своим капиталом, но и просто были на самом деле другие тенденции, показывающие вообще на самом-то деле автономность развития этого региона относительно той западной, относительно отсутствия привязки этого региона к тому, что происходило в западном мире в то время. Это важно понимать. Немножко цифр. Немножко цифр. Значит, про динамику населения уже сказали, немножко хочу другие вещи сказать. Смотрите, если в 22-м году арабская община Палестина производила 81% так называемого чистого внутреннего продукта, это ВВП, минус амортизация, то уже начиная с 33-го года и до конца британского мандата, то их доля выпуска национального продукта колебалась на уровне 42-45% ЧВП, то есть с 81-го упала до 42-х, соответственно, за счет роста именно еврейского выпуска. Что, значит, соответственно, естественно, росла разница в уровне жизни. Если в 29-м году доход на душу населения еврейской общения был в 2,6 раз выше, чем у арабов, уже, в смысле, извините, уже к 29-му году доход на душу населения был в 2,6 раза выше, чем у арабов. Надо сказать, что почти все время так сохранялось, кроме всплеска вот середины 30-х годов, когда было в 4,8, ну, приехало огромное количество состоятельных евреев с большим капиталом, вот этот был всплеск несколько лет 4,8 раз, потом опять ушло где-то вот на 2-2,5 раза разница. Очень важно понимать, почему. Кроме того, что приезжали с деньгами, приезжали с высоким уровнем образования, важно еще вот что понимать. Есть такое понятие, как уровень зависимости. Что это значит? Ну, представь, зависимость, сейчас объясню, чего от чего. Если у вас есть отец, мать и 10 детей, половина из которых до 15-летнего возраста, это значит, что коэффициент зависимости у вас очень высокий, потому что на двоих работающих, условно говоря, у вас приходится огромное количество неработающих. И вот понимаете, что происходит? Когда еврейская эмиграция происходила, туда уже приезжали же не младенцы, приезжали. И особенно в первые годы, там, до Первой мировой войны и после Первой мировой войны, до эмиграции беженцев, приезжали люди как раз самого трудоспособного возраста, без семьи, молодые люди, девушки, женщины и мужчины, как раз готовые работать, у которых не было никаких практически обременений. Поэтому у них коэффициент зависимости был сильно ниже, а это очень важно, потому что они фактически деньги, которые они зарабатывали, они тратили либо на себя, либо у них оставались деньги на какие-то, сейчас мы скажем это красивым словом инвестиции, надо понимать, что мы говорим про небольшие суммы, но все равно развитие могло идти гораздо быстрее, потому что им не нужно было кормить большое количество людей, которые от них зависят. А у арабов, как мы знаем, большие семьи и так далее. Другое дело, что тут есть некоторая игра, потому что на самом деле если мы считаем так, то мы недооцениваем, когда арабские дети начинают работать в сельском хозяйстве, ведь они же не получают денег за этот труд, они как бы натурально просто работают за еду, фактически, за жилье и так далее, и начинают работать сильно раньше, чем это принято, скажем, в Европе. Мы не про сейчас говорим, мы говорим про ситуацию сто лет назад. И вот это очень важно. А поскольку считали-то британцы, вообще надо сказать, что с 22 года, с появления британского мандата, в Палестину пришел век статистики. Это вообще никакой статистики не было. Ну, турецкая она была, она очень слабая, фактически не было. Вот, и считать-то стали только тогда, и считали-то британцы как умели, и применяли свою эту некую матрицу на это население, это было не совсем адекватно. Но все равно, все-таки важно понимать, что разница была. Еще несколько, мне кажется, очень важных моментов, которые надо нам с вами понимать. На самом деле, если мы посмотрим международные сравнения, если мы посмотрим, как развивались и еврейская община Палестины, и арабская община Палестины того времени, то мы увидим, что они обе демонстрировали очень хорошие показатели роста и экономического развития. Да, это были две достаточно бедные группы населения, но темпы их развития были одними из лучших либо в мире по ряду показателей, либо в своих регионах, либо по сравнению с похожими группами. То есть, например, арабская община Палестины развивалась практически по ряду показателей лучше, чем все остальные арабские общины и государства Ближнего Востока. Это очень важно понимать. Просто очень часто на фоне действительно исключительного быстрого экономического роста еврейской общины Палестины мы как-то недооцениваем те экономические процессы, которые происходили в арабской общине Палестины, в частности, опять-таки, при помощи частично и британской администрации тоже. И более того, ведь британская администрация еще служила и своего рода таким перераспределительным комитетом, ведь евреи платили больше налогов, а налоги эти в основном шли на как раз на развитие арабской общины Палестины, не потому что британская администрация не хотела их возвращать в еврейскую общину, просто еврейская община в этом как бы не нуждалась, у них были совершенно свои внутриобщинные системы экономического развития, они как бы не очень, собственно, ждали назад эти налоги для себя, а вот арабские общины, они были очень нужны. Это очень интересный момент. И тут еще один такой интересный трюк. Смотрите, что получается. Основные источники развития еврейской общины, это так называемый экстенсивный, то есть внешний, приток труда, приток капитала, а вот у арабов основные источники развития, это внутренние. У них нету внешнего притока труда и капитала практически, наоборот, идет отток, потому что продажи земель, то, что латифундисты палестинские продавали огромные земли еврейским поселенцам, эти же деньги не оставались в Палестине, потому что обычно эти латифундисты не жили в Палестине, они эти деньги не реинвестировали в развитии этой территории, они эти просто забирали себе и проживали где-то там, где они у себя и жили. То есть реально арабская община Палестина испытывала очень серьезное экономическое давление и несмотря на это они демонстрировали определенный рост за счет так называемой совокупной факторной производительности, то есть за счет того использования тех факторов, которые не имеют отношения к затратам на капитал, экономии на масштабе, то есть в основном за счет технологий и роста эффективности. То есть у них рост эффективности труда в арабской общине Палестины был выше, чем в еврейской, потому что евреи уровень эффективности был не очень высокий, просто за счет объемов, количества интенсивного приезда новых эмигрантов вливание капитала достигались потрясающие масштабы роста, а вот арабам приходилось вот эти скудные ресурсы использовать гораздо более эффективно. Этому, конечно, еще и помогало то, что хоть общины в общем-то и жили, ну, скажем так, в принципе, параллельно, слабо соприкасаясь друг с другом, еврейское и арабское, но все-таки какой-то перелив знаний, вообще современная наука говорит о том, что нету закрытых знаний, все знания у них есть, так по-английски хорошее слово, и спил оверс, они не закрываются, то есть они распространяются, не хотим мы этого или нет, как бы мы их не закрывали, они распространяются, поэтому то, что евреи привозили какие-то новые технологии, они так или иначе доходили до арабской общины Палестины, даже если евреи, в принципе, специально ничего для этого не делали, ну, не учили их, скажем, все равно происходило определенное обучение, и все равно некоторая коммуникация между двумя общинами шла, и новые здания, новые технологии проникали в арабскую общину Палестины того времени, и поэтому их рост был тоже очень-очень существенный. Другое дело, что евреи очень активно стали развивать помимо сельского хозяйства промышленность, строительство было ведущей по развитию отрасли, ну, понятно, новые люди приезжают, новые дома надо строить и так далее, и так далее. В основном, конечно же, арабский рост экономический происходил за счет повышения эффективности сельского хозяйства, интенсивности сельского хозяйства, и, конечно, интенсификация сельского хозяйства это основной источник роста экономического арабской общины Палестины, промышленность была в очень зачаточном состоянии, даже по сравнению с еврейской частью. Я заканчиваю. И, наверное, вот что еще важно сказать в качестве такой вот концовки, что у арабов параллельно происходил распад традиционного общества, происходила маргинализация. С одной стороны, повысила степень урбанизации, то есть люди ехали в города. С другой стороны, структура община разрушалась, в частности, потому что очень многие мелкие арендаторы лишились тех земель, которые были проданы фундистами, владельцами земель, проданы евреям, а арендаторов просто, по сути, попросили оставить эти территории. И это очень сложный процесс. А параллельно с этим евреи как раз очень активно организовывались, пользовались, пользуясь тем, что согласно декларации Бальфора, вот говорится, вот это что-то еврейское, что-то предполагало наличие какого-то уровня организации, и администрация не препятствовала самоорганизации евреев, как в политическом процессе. Было сделать Асифат Невхарим, про образ такого парламента. Вот Ирина Викторовна говорила про объединение профсоюзов. Так они же дальше пошли. Смотрите, я вам просто несколько примеров. В 21-м году основана сельскохозяйственная опытная станция в Тель-Авиве, которая стала институтом в Волкане. Я напомню, Хайфский технеон, 24-й год, Еврейский университет в Иерусалиме, 25-й год, Институт микробиологии, 26-й год, Хадаса, по сути, потом. В 30-м открывается лаборатория на Мертвом море, 34-й, то, что сейчас называется институт имени Вайцмана, или Вейцмана, да, институт имени ЗИФа тогда это называлось. В 41-м открывается институт поведенческих наук имени Генриэта Сольт. В 43-м в Тель-Авиве институт строительства промышленных исследований. Открывается медицинская ассоциация, медицинские сообщества, ассоциация инженеров и архитекторов, я сейчас только про еврейскую общину говорю, микробиологическое общество и химическое общество, 32-й год, ботаническое общество, 36-й год, ассоциация изобретателей, 45-й год. Я уже не говорю о том, что в 47-м году в Израиле, в Палестине была придумана известная, потом получившая в 70-е годы распространение в Соединенных Штатах, и у нас игра Румикуб. Да, ну это так, к слову, но на самом деле единственное такое, пожалуй, действительно существенное достижение, которое евреи воспользовались именно возможностью развития и предопределило на самом деле, может быть, создание государства Израиль и его успешное существование, это вот эта институционализация, что они не просто развивались экстенсивно и активно, они структурировали это развитие, создавали институты, то бишь предпосылки плавного перехода из одного качества, просто общины, ведь это же все делалось на добровольном уровне, не было же государства, которое следило за этим или как бы насаждало это. Они потом это все передали, эти структуры стали частью инфраструктурной платформы того государства, которое потом на этой территории возникло. это то, чего не произошло в арабской Палестине, несмотря на все те успехи экономического развития, которые я вам попытался очень так образно, очень коротко, штрихом наметить. Спасибо за внимание. Спасибо, Дима. Ну, не даром вообще развитие вот этой еврейской общины, или Ишуа, и называют первым актом государства в пути. Именно поэтому так. Давайте подведем итоги того, о чем мы говорили. Какой бурный, какой интересный исторический отрезок мы рассматривали с призмой декларации Бальфора. Как набросились великие державы на дележку османского наследства. Как 20 марта Ллойд Джордж, который вообще никак не мог разделить все между участниками, у себя дома собрал прекрасную компанию. Климан Со, Орландо, Италия, и Вильсон, Соединенные Штаты Америки, который, оказалось, вообще не слышал, что такое Сайкс-Пихко, и сказал, что это чайная компания. И они не могли прийти к собственному соглашению. Каждый рвал и урывал свой кусок. Победителями на тот период осталась Великобритания. И когда Вильсона спросили об итогах этой великой встречи, он сказал, что блестяще мы разошлись по всем вопросам. Вот, теперь я предлагаю несколько вопросов обсудить вам. Ну, прежде всего, ваши вопросы к выступающим. Есть какие-то вопросы? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, зачем Англии вообще понадобилась это, как вы называете, Палестина, Сирия, Франция, Сирия и тому подобное? Что они с этого, как говорится, имели? Кто ответит? Может, я об этом как-то уже говорила, да? Ну, давай. Нет, может быть, не разошла. Нет, дело в том, да, ну, во-первых, Сирия, она, в общем-то, Франция досталась, да. А, как я уже говорила, Великобритания установила еще в конце 19 века свой контроль над Суэцким каналом и зоной Суэцкого канала. И для Великобритании было очень важно, чтобы между главной, так сказать, главной жемчужиной британской короны Индии и зоной Суэцкого канала была также какая-то зона британского влияния. И поэтому... Суэцкого канала было мало? Ну... То есть, этого самого Синайского полуострова было мало? Нет, ну, надо было, чтобы как-то до Индии все это. Поэтому Месопотамия, Месопотамия, Ирак, да, тоже сфера британского влияния. Там тоже сидела Хашемитская династия, так же, как в Иордании, в Транс-Иордании тогда, да? Вот. Ну, вот в Афганистане у англичан, как известно, не получилось. Да. Ну, вообще... Нефтепроводы еще были. Да. Нефтепровод в Хайфу из мест добычи нефти и железной дороги. И, кстати, между прочим, когда еще на Версальской конференции сионисты представляли вот свою карту, в каких границах они хотели видеть свое будущее государство, они там специально, то есть, они там не показали всю вот эту вот территорию Иордании вот с этим выступом, они сделали так, что вот эта вот дорога, она все-таки оставалась у англичан, да? То есть, они взяли немножко восточного берега Иордана, но железную дорогу, вот я, к сожалению, я знала, что здесь не будет проектора, поэтому я карты не принесла, вот, но у меня есть такая карта, где просто видно, что вот граница идет, восточная будущего государства, а вот железная дорога идет немножко восточнее, да? То есть, она остается англичанам, вот. Вообще, сухопутное дело, очень важно понимать, что Суэцкий канал с Суэцким каналом, но вся та огромная территория, вот, которая, как бы, Ирак, современный Ирак, Иран, то, что, как бы, достаточно далеко и не так близко к Суэцкому каналу и Красному морю, огромные транспортные потоки направлялись к портам Палестины, сначала Яфы, как единственные ворота, а потом и Хайфы, и нефтепроводы, и железная дорога, соответственно, товарные направления. Я вам больше скажу, что одно из основных заработков арабов и евреев Палестины, это было предоставление так называемых логистических услуг, то есть, они держали склады и сдавали их в аренду, они предоставляли конвои, они делали, работали как транспортные компании и так далее. То есть, это был мощный логистический хаб для, если говорить современным языком, для Великобритании, каким, кстати, он является и сегодня, вы будете смеяться, между Западным миром и Исламским Востоком, и не только Исламским, если говорить про Индию и Китай дальше. Но если Индия и Китай действительно могли идти через Суэцкий канал, и тут был вопрос именно безопасности, контроля этих проливов и канала, то есть еще очень понятная экономическая причина, по которой было важно вот это длинное побережье Восточного Средиземноморья удержать. Можно я еще раз говорю? Я хочу сказать, что в отношении Великобритании, по-моему, не работает. Не, работает, работает. Работает? Ведь англичане претендовали на Палестину, но был момент, когда Палестину хотели отдать американцам, и был разговор о том, чтобы американцы там создавали свой, предоставить им мандат на Палестину, потому что в Америке было большое население еврейское, там была очень популярная сианинская идея среди этого населения, и был момент, когда рассуждения британцев сводились к тому, что нужно передать Палестину под мандат американцев. Американцы от этого отказались. Это в каком году англичане сюда? Это было еще в период войны. Это было где-то начало 18-го года, когда шли переговоры с американцами о... После того, как американцы вступили в войну в апреле 18-го года, уже шли разговоры о том, каково их будет участие в дальнейшем устройстве ближневосточной всей этой территории после войны. И потом надо понимать логику, ведь это же была логика колониальной империи. Вот вы спрашиваете, что, почему, зачем им нужна была Палестина? Это же империя была великая. И когда империя пошла воевать и победила какую-то большую другую силу, то, естественно, те территории, которые оказывались побежденными, и оказывались в зоне влияния этой империи, они переходили под контроль этой силы новой. Поэтому здесь помимо всех экономических и политических соображений просто играли роль и то, что мы сейчас называем геополитические соображения, что это должна быть территория, которая будет контролироваться из целого ряда соображений английской и британской империи. Спасибо, Татьяна. Евгений. Буквально два слова по продолжению Татьяны на тему. Действительно, был дебат между Америкой и Великобританией о будущем мандате. И вот из документа Foreign Office Memorandum 19 декабря 2017 года написано, что «Whoever will govern Palestine – America or Great Britain until it will be sufficient population». До тех пор, пока там не будет достаточно евреев, чтобы создать свое государство. Значит, действительно, была геополитическая, но здесь еще была внутренняя такая, мне кажется, тоже немаловажная тема. Но это они хотели, чтобы евреи были на их стороне. То есть Британия, Великобритания, в Первой мировой войне. А что, евреи представляли собой такую значительную силу? Да, с точки зрения англичан тогда евреи представляли собой очень большую силу. Давайте другие вопросы. Мы уже ответили достаточное количество на это. Есть еще другие вопросы? Да, пожалуйста. Арсений Агрозкин, студент ИСА МГУ. У меня вопрос по поводу арабского населения подмандатной Палестины. А именно, какая была динамика арабского населения? Можно ли говорить об арабской иммиграции? Не было? Эмиграции? Ну, эмиграции. Эмиграции. Эмиграции никакой не было. Нет, не было никакой эмиграции. То есть, наверное, в рамках каких-то процессов миграционные потоки, скорее всего, какие-то были. То есть, не все же не сидят привязаны. Но просто важно понимать, что, если мы говорим о том периоде после декларации Бальфуры, и, собственно, шел ведь очень большой реальный передел Ближнего Востока с западными державами. И многие арабские племена с удивлением для себя обнаружили, что они находятся по разным сторонам в разных государственных или негосударственных образованиях. И, конечно, в этой ситуации какие-то миграционные потоки могли быть. Может быть, коллеги там дополняют. Но, в принципе, это была основная логика. С точки зрения арабского мира очень важно понимать одну простую вещь. До появления там евреев это было захолустье. Там жили достаточно бедные группы населения, даже относительно других групп внутри арабского мира. Это не было притягательной силой, не было это притягательным местом для приезда, для иммиграции. Были гораздо более интересные места для проживания с точки зрения арабов. Недаром элита финансовая в этой части уже там не жила во многом, а жили в других арабских странах. Это очень важно понимать. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Гофман Артен. Я студент Кузского государственного университета. Это недавно отмечался юбилей договора САКС-АПИК, о котором мы уже говорили. И в прессе, и в научных кругах разразились с новой яростью споры о том, насколько сильно повлиял этот договор, это разделение Ближнего Востока, на современные проблемы Ближнего Востока. Одни говорили, что даже все современные проблемы Ближнего Востока исходят из этого договора. Вот на ваш взгляд, насколько справедливо данное утверждение? Спасибо. Спасибо. В одной из первых, когда Дайш только начали появляться в новостном, в медийном пространстве, одна из их колл такой был, что мы против Сайкс Пико. Они выступали сначала, это очень важно, запрещенный в России исламский государь. Значит, вот эта организация, которая начала, это образование, почти как государственное образование. И до сих пор целью переделить Ближний Восток, потому что считается, что вот эти четыре государства, которые были созданы совершенно искусственно и с искусственными фломастерами, были нарисованы их флаги одинаковых цветов, потому что было всего три фломастера. Это не то, что на самом деле показывает жизнь, сложность тех народов и тех кланового состояния общества, которое было до тех пор. Но особенно самая главная проблема Сайкс Пико, по моему мнению, это, конечно, проблема курдов. Потому что курдам тоже вот то, что делала Сайкс Пико и то, что потом делала Бальфуртская декларация, вот то, что Jewish something, да, а это something может быть автономия, как бы, да. А вот автономия была, вот самое главное, вот концепт автономии. У палестинцев сейчас есть автономия, да, непонятно, будет у них суверенное государство или нет. У курдов есть на севере автономия, и, может быть, будет определен раздел Сирии, и курды тоже получат государство. Есть автономия намного более организованная и более бюрократизированная. Это автономия курдов в Ираке, в Баразане, да. Есть курды в Турции, есть курды в Иране, которые по разным геополитическим и внутренним политическим причинам не могут до сих пор создать одно целостное государство. Но есть разные уровни автономии. То есть, если в Ираке у них реальная политическая автономия, и там есть внутренние силы, и там есть внутренняя бюрократия, и внутренняя администрация, то на территории Турции у них такого нет. Или, допустим, в Северной Сирии конфедерация, может быть, если такая будет существовать, конфедерация Северной Сирии курдов, тоже такого нет. Поэтому вот это uncertainty and vagueness, то, что я называл, вот эта туманность, она не определяет, какой уровень автономии. И что это будет за автономия? Это будет культурная автономия или это будет политическая автономия? Допустим, политическая автономия у курдов в Ираке, но у них, Эрдоган говорит, что у них есть культурная автономия в Турции, но они так не считают, понимаете, отсюда идет конфликт. Или государство Израиль. У израильских арабов есть культурная автономия. Они могут говорить на своем языке, они могут сохранять свою культуру, у них образование идет на их языке, это второй государственный язык. Но у них нет политической автономии, а многие из них бы хотели какой-то институт self-governance, свой парламент, допустим, автономия, как автономия Квибекуа, которую они имеют по своему парламенту. То есть вот такого рода дебаты. Значит, то, что, если сказать в двух словах то, что я так уже сказал, вот эта туманность, она создала очень много политических сценариев для автономии, для культурной автономии, для политической автономии, для суверенитета. И поэтому для различных этнических групп, то, что создали вот эти, грубо, четыре государства с линейкой на карте во времена Сайкс-Пико, оно действительно создало много проблем. И поэтому сейчас в геополитической ситуации сегодняшней идет интерпретация именно тех границ и тех туманных соглашений. Потому что каждый может требовать, каждый может идти к Сайкс-Пико, и каждый может там видеть свое, что-то свое. Каждый может там найти себе то, что называется justification, как это скажу, оправдание своим политическим интересам в Сайкс-Пико. В этом как бы и прелесть, но в этом как бы и sadness, и грусть этой ситуации. Еще есть вопросы? Точка зрения английских историков, современных историков, на декларацию Бальфура прошло столько времени. Есть какие-то изменения? Я не думаю, что у историков английских какой-то серьезный пересмотр декларации Бальфура и ее оценки произошел. Декларация Бальфура является конкретным историческим документом. Она была своевременной и обоснованной в тот момент, когда ее принимали. И пересматривать ее значение сейчас не имеет никакого смысла, потому что история показала ее оправданность и справедливость в том, что было создано в конечном итоге государство Израиль. И теперь, в общем-то, отношение Великобритании строится уже не на основе декларации Бальфура с тем, что происходит на Ближнем Востоке, а уже исходя из современных реалий и из того, что существует государство Израиль, и из того, что вокруг происходит. Поэтому пересматривать каким-то образом значение этого документа, нет никаких научных интересов в этом. Спасибо. Достаточно, мы еще должны немножечко отдохнуть. Один вопрос к Евгению, можно ли? А, к Евгению, ну давай. По поводу вашей иерархии терминов, да, вот Jewish Home, Jewish Something и Jewish Entity, как некая практически предпоследняя ступень перед Jewish State. Ведь известно, что термин Entity долгие годы употреблялся, вот в связи с тем, что в арабских странах Израиль долгие годы было как бы запрещено называть по имени, да, как известного персонажа. А называть его было положено как раз-таки по-арабски Аль-Кияна Сагюни, то есть это как раз-таки Заянист Entity, сионистское образование. И это означало непризнание легитимности, этот термин. Да, ну уже говорят, называют Израиль по имени, да. А, ну да, нет, в арабском мире все-таки в основном Израиль называют, да. Ну вот вы говорите, что Entity это какое-то вот большое достижение по сравнению с... Ну, суверенитет достижения. Entity это был... Действительно, мне кажется, что лингвистическая ситуация действительно меняется. На тот момент Entity это уже как бы был... It's a good sign. То, что касается арабов, палестинцев, то если мы смотрим на современные книги, то сейчас, вы знаете, есть такой gender-neutral, gender-neutral language, когда пишут his или her, или там он, она через черточку. Так и насчет арабо-израильского конфликта, для того, чтобы не давать как бы легитимность государству Израиль или делегитимацию Палестины, пишут Israel slash Palestine. То есть вот так вот пишут. Вот если вот последняя книга, которая, ну, очень такая антисионистская на самом деле, хотя она Орнеев Тахеля, 2006 год, от этнократия, которая считает, что вообще государство Израиль doesn't have a right to exist, он считает, он это называет именно Entity в таком плане, как вы это назвали. Орнеев Тахель, израильский политолог из Бен-Гурионского, он не политолог, он на самом деле географ. Это сейчас вот был скандал, буквально две недели назад, когда с этим кодом, академическим кодом, и просто они там, дело так, что сложилась ситуация, что именно в Бен-Гурионском университете там очень левацкие такие взгляды, а лучшие антисемиты — это всегда сами евреи. Поэтому как бы там сложилась такая компашка, которая очень-очень серьезно критиковала Израиль, и вот это не понравилось министерству образования, это не понравилось Беннету, и вот он решил выйти с этим историей этой этического кода, который сейчас обсуждают последние недели. Но вот именно этот Орн Эфтехель в своей книжке 2006 года, он написал, он вывел эту терминологию этнократии, он считает, что Израиль вообще не демократия, то есть если там были разные терминологии, называть израильский режим либеральная демократия или этническая демократия, там было много очень как бы дебатов, как бы суверенная демократия тоже можно как бы... То, что в Израиле есть тоже суверенная демократия, это Гат Барзилай, он это называет defensive democracy, демократия, которая оборонительная, демократия, которая обороняет, ну понятно, да. Значит, а вот это, то, что касается entity, он говорит, легитимность географически можно называть это Israel slash Palestine as a one entity, то есть это одна, одна, то есть сегодня действительно язык изменился и вот уже это символизирует совсем другие элементы, но тогда быть entity, это было как бы, это было good news for Zionists. almost sovereign, almost. Вторая часть нашего круглого стола – это декларация Барфура и Россия. И я приглашаю для выступления Ирину Юрьевну Бережанскую, кандидата философских наук, Центра публикации источников по истории России, извините, филологических наук, и тема выступления очень интересная – «Столкновение взглядов в социалистическом сионистском движении постреволюционной России 1920-х годов». Давайте тогда поменяемся, потому что тема Александра Ефимовича… Александр Ефимович, сюда. Тема выступления Александра Ефимовича так и называется – «Декларация Барфура и Россия». Садитесь сюда, я вам сейчас… Где вам удобнее, собственно. Ну, добрый вечер, добрый день, дорогие коллеги. Я хотел бы обратиться прямо непосредственно к декларации Барфура и к некоторым возможным причинам ее появления. Речь идет, в частности, о после Британии в России, с цель Джорджа Уильяма Бьюкенни и его оценок роли евреев России на появление декларации. Вообще, Бьюкенни был… Сейчас бы, возможно, его бы высвали бы из России и объявили персоны Нонграда. Он столь активно вмешивался и активно участвовал во всех русских делах. Особенно после февральской революции. Вначале он был очень близок с первым составом Временного правительства, с кадетами. А затем, когда усилилась власть, влияние меньшевиков и эсеров, то все время был, опять-таки, близок с ними. Те и другие относились к сионизму очень неплохо. Известно, что в мае 1917 года, когда был сионистский съезд в Москве, то были представители Временного правительства, была телеграмма министра иностранных дел Терещенко, приветственная телеграмма делегатам сионистского съезда. Все это докладывалось в форин-офис в Лондон. Тем более, что Бьюкенни писал и о еврейском происхождении Керенского. Это довольно распространенная была такая байка, которую поддерживали издававшиеся полулегально, поскольку монархическая черносотенная печать Временным правительствам была запрещена, газеты, которые обещали, что Керенский еврей. И на это, в общем-то, мало обращают внимания, но можно предположить, что одной из множества причин объяснений появлений Декларации Бальфора множество, самое главное, конечно, это прагматическая политика британского правительства, британской дипломатии. И состояло также и в учете интересов России. Не интересов России, а интересов Британии, которая была заинтересована, крайне заинтересована в продолжении войны России в Первой мировой войне, в продолжении участия России в Первой мировой войне. Конечно, Бьюген решительно выступал за арест Ленина, за антивоенную пропаганду большевиков и так далее. И вот эти донесения британское министерство иностранных дел возможно сыграло определенную роль для того, чтобы поддержать те силы в России, которые выступают за продолжение Первой мировой войны, участия России в Первой мировой войне. Теперь второй пункт. Мое сообщение достаточно лапидарно. Второй пункт – это моего сообщения. Отношение еврейских политических партий к обнародованию Декларации Бальфова. Понятно, что Декларация имела огромное значение для укрепления и усиления влияния сионистов, российских сионистов и всемирного сионистского движения. По сути дела, Декларация стала первым крупным успехом на международной арене сионистского движения. Поэтому, конечно, эйфория была огромная. Были демонстрации у британских посольств, у консульств, евреев в разных городах России. И не случайно сионисты завоевали первое место под число голосов на выборах, ноябрьских выборах, происходившие до Октябрьского переворота и в некоторых местах позже. В выборах в еврейское учредительное собрание, на еврейский съезд и в российское учредительное собрание сионисты собрали большинство голосов. И во многом здесь повлияла Декларация Бальфа. И, наконец, третий вопрос. Как реагировала часть, часть не только вот та часть временного демократического, либерального правительства, общественности России на декларацию Бальфа, а некоторые другие силы. Декларация, как известно, была подписана 2 ноября. Спустя несколько дней произошел Октябрьский переворот. В России декларация стала известна еще позже. И первыми, кто на нее среагировал, реально среагировал, оказалось российское православное палестинское общество. Оно уже не было императорским обществом, поскольку самодержавие было в феврале свернуто. И в свое время я опубликовал опубликовал заседание, стенограмму заседаний этого общества, которое происходило где-то в конце ноября, в начале декабря 1917 года. В нем участвовали видные ученые, члены палестинского общества, которые придерживались таких, можно сказать, правых, мягко говоря, взглядов монархических, а подчас и черносотенных. Всех их объединяла глубокая тревога того, что Палестина, святая земля нашего Спасителя, где проходила земная жизнь Иисуса Христа, перейдет в руки евреев. и была очень такая активная дискуссия. Некоторые из участников говорили, ну, нужно, так сказать, особенно не спешить, подождать, выяснить, так сказать, частных разговоров с самими сионистами, что они ждут от этой декларации Бальфора, вот насколько она опасна для православия, для русского государства. Но были и другие мнения. Например, многие говорили о политической опасности. Глубаковский, довольно известный православный историк, заключал, что цитата «Совершенной откровенностью» цитировал один из журналов британских, в нем развивается мысль, что нация с энтузиастическими религиозными стремлениями может содействовать возрождению и оживлению Палестины. А таковы лишь одни евреи и должны произвести великий переворот святой земле. При этом заключал Глубовский, извините, Глубаковский, евреи не будут довольствоваться территорией в исторических границах, но пожелают овладеть всем пространством от Средиземного моря до Ефрата, от Ливана до потока Египетского. Ну, ответ на другого, более умеренного оппонента Смирнова, который говорил, что это, скорее всего, фантазия, и таких подобных воззрений придерживаются максималисты, Глубаковский возражал. Эта фантазия гораздо более реальная, чем арабское государство. В ней нет платонической мечтательности. Многие говорили о том, что вообще евреи не имеют никакого права на Палестину, исторического права на обладание Палестины. Во-первых, говорили выступающие, евреи некогда вошли в Палестину не на пустое место, а же право первых на государственно организованной территории. И потому не имеет даже право первых обладателей культригеров. Второе, еврейская государственность всегда была там недостаточна, слабо развитую непродолжительность. Она погибла задолго до Рождества Христова. И потому нигде не возрождалась. Третье, турки взяли Палестину вовсе не у евреев. государства Палестины от турок евреи не принимали ни малейшего активного участия, если не сказать прямо обратное, как а теперь не делают для всего специальных усилий, а только хотят эксплуатировать свою пользу старания христианских держав, не щадивших ничего ради идеалов христианства, а вовсе не еврейских. Пятое, остается лишь право библейское, но по библейским живозрениям наследниками обетования Божия являются исключительно христиане, как Новый Израиль. То есть они говорили, что вот эта декларация Бальфора, никто не произносил, кстати, этот термин, а все говорили английская комбинация, а направлена на порабощение Палестины евреями с поражениями христианских прав и наших православных интересов. да, но это просто любопытные довольно такие предложения. Короче говоря, российское православное общество оказалось некой растерянности, что же делать, кому обратиться с протестом против декларации Бальфора, к нарком инделу Троцкому Бронштейну, но к нему они говорили, и можно было бы обратиться, но он не обратит на это обращение никакого внимания, тем более большевики вот-вот должны пасть. Керенский тем более, то есть было решено собраться еще раз, то есть никакого обращения православного российского общества с протестом против декларации Бальфора не последовало. И наконец, какова была реакция белой дипломатии на эти события. здесь была следующая реакция. Представитель патриарха московского Сиаруси на юге России, только что тогда избранный патриарх Тихон, этот представитель митрополин Херсонский Одесский Платон в феврале 19-го года обратился с письмом на имя начальника управления вооруженных сил Юга России Нератова о судьбе стране, где, опять-таки, цитата, протекалась земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа. и какова ее дальнейшая судьба. Он предлагал обратиться к четырем восточным патриархам, прося их о совместном выступлении на Парижской мирной конференции с протестом против этой декларации. И что именно они укажут делегатам Парижской конференции на необходимость выступления и отобрать это от рук неверных Палестину. Затем участвовала и белая дипломатия в этой многочисленной переписке министра Каучаковского, затем Деникинского правительства Сазонов. Он также какие-то действия пытался предпринимать. Но куда кому обратиться и уже когда российская дипломатия и бывшие министры, бывшие послы временного правительства, многие из них прежде были послами царского правительства, были абсолютно бессильны, никого не представляли. То есть вот эта вся переписка и все это бурление с протестом против декларации Бальфора не имело никакого значения и какой-либо документ так и не появился. но можно сказать одно, что если бы белое движение как-то восстало и укрепилось и победило бы и Россия обрела бы старый статус, то несомненно в лице России несмотря на союзнические отношения с Британией декларация Бальфора и ее создатели имели бы решительных противников. Спасибо. Спасибо, Александр Афимович. Кстати, о Колчаке. Когда России предлагались еще до революции Константинополя проливы, об этом упоминала Татьяна Селовна, не надо забывать, что Константинополь еще надо было завоевать. И это было как раз поручено Колчаку, если вы помните. Спасибо. Естественно, ничего этого не было. Что? Нет Колчаку. Планировалось, что это будет делать Колчак. Итак, это официальное отношение к декларации Бальфора в России. А как же еврейские политические силы. Итак, Ирина Юрьевна о столкновении взглядов в социалистическом сионистском движении в постреволюционной России в 20-х годах. Давайте я дам. смотри. Теперь меня слышно, да? Хорошо. Как известно, после февральской революции 2017 года отмена антиеврейских ограничительных законов и легализация политических организаций в России привели к подъему сионистского движения. Если в 2015 году в стране насчитывалось не более 18 тысяч активных сионистов, то к маю 2017 их число возросло за 140 тысяч, а в сентябре составило уже 300 тысяч человек. Летом и осенью 2017 года свыше 1200 местных организаций российских сионистов ввели широкую пропаганду идей еврейского национального возрождения. Октябрьскую революцию большинство еврейских партий и еврейской общественности, за исключением, наверное, по лицу он только, осудили. Тем не менее, большевистский режим, основанный на советах рабочих и крестьянских депутатов, приветствовался социалистическими сионистскими партиями, как победа над старыми антиеврейскими социальными и политическими структурами. Как отмечает профессор Радгерского университета Зива Галилия, молодежь встретила с энтузиазмом призыв к строительству социалистического общества. Октябрьская революция была идеологическим полюсом, притягивавшим потенциальных сторонников сионистского дела и одновременно оказывавшим значительное влияние на многие группы и персоналии, остававшиеся в орбите сионистской идеологии. В начале 2000-х профессор Галилия обратилась в ряд российских архивов, в частности РГАСПИ, ГАРФ и Центральный архив ФСБ России с идеей создать на основе архивных материалов сборник документов о социалистических и трудовых сионистских организациях в России в 20-х годах. В 2006 году была официально начата работа над сборником. Помимо российских архивов, документы были получены из архивов Украины и Израиля. Значительная часть документов, которые войдет в сборник, сохранилась в Центральном архиве ФСБ России. Большинство выявленных материалов изымалось в переарестах и обысках активистов сионистских организаций и приобщалась к уголовным делам. Часть документов о сионистских организациях уже введена в научный оборот. Речь идет о опубликованных в 10-томном сборнике совершенно секретно Лубянко-Сталину о положении в стране 1922-1934 годы, в которые вошли ежемесячные обзоры о ГПУ. Эти обзоры основывались на сводках информационных отделов ГПУ, а также дополнительных сведений секретно-политических и контрразведывательных отделов о ГПУ СССР. В еще неопубликованных источниках содержится достаточно обширная информация о работе ряда партий и движения сионистского толка. Отличительная особенность, объединявшая все эти организации, состояла в том, что они были сионистскими по своей сути. Однако сионизм этот отличался от сионизма прежних лет тем, что организации, действующие в 20-х годах, ставили задачу решения не только вопросов, связанных с формированием еврейской нации, созданием еврейского государства, но и с решением социальных проблем. Все они верили, что в рамках единого самостоятельного еврейского общества будут воплощены их мечты об оздоровлении социальной структуры нации. Под оздоровлением понималась роль, которую должны были играть в новом обществе трудящиеся люди, занимающиеся физическим трудом в сельском хозяйстве и в промышленности. Важной особенностью этих идей были социалистические воззрения, определенные российской революционной традицией. Вместе с тем серьезное влияние на них оказывала и советская большевистская риторика. Все это обеспечивало многообразие богатой политической палитры взглядов и мнений. Так наиболее близко к ленинской и коммунитической стояла программа партии по Алицеон, часть которой в конце 22-го года вошла в состав Российской коммунитической партии. Это была марксистская, пробольшевистская программа, особенностью которой стало то, что для ее членов именно Палестина выступала тем местом, где хотя бы часть евреев получит возможность осуществлять общую коммунитическую программу как свою национальную. Также марксистским мировоззрением руководствовался еврейский союз социалистической молодежи, лидеры которого, по их словам, старались найти правильный баланс между верностью идеалам октября и реализацией планов на еврейское обустройство в Палестине. Они отрицали противоречия между национальными и социалистическими идеями. О связи между сионизмом и социализмом говорилось в платформе сионистско-социалистической партии. Но в отличие от Паллии Цион и ЕССМ, ЦСП заимствовала социалистические элементы из идеологии эсеров и считала, что еврейский социалист может быть построен усилием не только рабочего класса, а всеми трудящимися. Молодежное движение, создавшееся под эгидой этой партии, занималось также конструктивной работой в самой России, организуя молодых евреев-кустарей и взработных в Харькове, Киеве и Минске. Против надежд на сотрудничество и легальную деятельность в рамках советской власти выступали лишь несоциалистические организации. К их числу относились сионистско-трудовая партия, национальная крылогия-холодцы, два молодежных движения Гошамер-Гацайр. Однако под влиянием советской реальности и риторики со временем все эти организации переходили на более левые позиции. Так произошло с классовым и национальным Гошамер-Гацайр. Первый был создан в Москве в 1922 году, как чисто скаутская спортивная организация, учащаяся молодежи с сионистской окраской. К осени 1923-го она приобрела несколько иной вид, приняв социалистическую платформу и определив в качестве своей основной цели многостороннюю подготовку рабочего коллективиста к строительству еврейской рабочей социалистической Палестины. В конкуренцию к этой организации летом 1924-го появился так называемый национальный Гошамер-Гацайр. Но через два года и внутри этой организации усилилось реворадикальное трудовое крыло. Документы Центрального архива ФСБ России, вошедшие в сборник, можно условно разделить на несколько групп. Это делопроизводственная документация, материалы различных изданий сионистских организаций, агитационные документы и документы, личного происхождения. В группу делопроизводственных материалов вошли основные программные документы партии и платформы. В их числе два программных документа, которые отразили взгляды и перспективы работы социалистических сионистских организаций. Основные положения программ ЕВСМ, принятые в марте 1924-го года, и сионистско-социалистической партии, принятые в июле 1925-го. В программе ЕВСМ были определены главные задачи партии, условия их выполнения, а также вопросы проведения работы в Палестине. Основным направлением деятельности организации признавалась культурная работа, задачами которой, в свою очередь, были изучение национальных предметов языка и т.д., идей и литературы, национально-общественных проблем, социально-общественных проблем, ознакомление с современным состоянием еврейско-национальной общественности и строительством Палестины. Согласно основным положениям программы ЦСП, требовалось организовывать советскую власть на началах трудовой демократии, что должно было выразиться в политической свободе трудящихся, легализации социалистических партий, свободе печати, контроле трудящихся над государственными и общественными органами. Конструктивная работа была целью организации Гехалутс, которой еврейская молодежь проходила подготовка к работе в Палестине. В 1918 году на одном из заседаний комитета организации была принята реализация о ее сущности. Этот документ сохранился в фондах Государственного архива Российской Федерации и гласит, «Гехалутс над партийной организацией еврейских трудящихся, решивших переселиться в Палестину для трудовой, чуждой эксплуатации жизни, с целью участия путем социального творчества в создании еврейского национального трудового центра в полном соответствии с национально-политическими и социально-экономическими интересами трудящихся». Принимая во внимание, что жудящиеся в Палестине создают в сельском и индустриальном хозяйстве коллективные формы труда, конференция предлагает всем организациям создать подобные формы труда здесь, организуя коллективные ячейки, которые могли бы продолжить свою работу в Палестине. С этой целью Гехалутс организует сельскохозяйственные коммуны и артели. К августу 1923 года Гехалутс, получивший официальное признание советских властей, раскололась на две фракции – легальную, которая разделяла идеологию классовой борьбы и коммунитического коллективизма, и нелегальную, национальную, ратовавшую за еврейское национальное рабочее движение. Платформа национального утрового Гехалутс, принятый в сентябре 1923-го, представляет собой очень маленький документ, в котором в сжатой форме определены принципы организации, в частности, подчеркивается ее беспартийность. Ставятся национальные и социалистические задачи, отмечается важность культурной работы. Программные документы легального Гехалутс представлены в фондах ГАРФ. В них говорится о распространении идеи организации и ее дальнейшей работе. В августе 1923-го был принят устав организации, в котором цель движения определялась следующим образом. Оздоровление экономической структуры еврейских масс путем привлечения их к производительным отраслям и коллективистическим формам труда и участия путем личного, чурдого всякой эксплуатации труда в строительстве трудового центра в Палестине. Здесь же говорилось и о составе организации. Членами организации могут быть лица обоего пола, не эксплуатирующие чужой труд, признающие устав организации, подчиняющиеся всем постановлениям ее руководящих органов и осуществляющие в своей личной жизни трудовые принципы. Кроме того, оговаривались и вопросы финансирования. Средства организации составляются из членских взносов, доходов с вечеров, лекций и других предприятий из разного рода случайных поступлений. Кроме того, в фондах Государственного архива Российской Федерации сохранились резолюции и постановления ЦК Гихалу с 1923 по 1927 годы, в которых отражена работа организации в условиях преследования со стороны органов госбезопасности. Несмотря на притеснения, гихалуцанцы упорно готовили молодежь для жизни в Палестине, одновременно поддерживая агроризацию еврейских, которые в СССР и проводили культурную работу. В июле 1927, незадолго до окончательной ликвидации сионистского движения в России, пленном ЦК Гихалуц принял ряд резолюций, о которых в частности говорилось. Формулировка сущности. Гихалуц – еврейская рабочая организация, которая видит разрешение еврейской национально-социальной проблемы в создании еврейского народного хозяйственного организма в Палестине. Целью Гихалуц является борьба за социалистическую Палестину, достижение которой пойдет путем классовой борьбы и социальной революции. Задача Гихалуц – содействие продуктивизации еврейских масс, содействие их эмиграции в Палестину и воспитание революционно-сознательных работников для участия в борьбе за интересы рабочего класса. В своей работе Гихалуц ориентируется на революционную часть мирового рабочего движения. Масштабы и влияние сионистского движения начали вызывать неодобрения со стороны властей еще в начале 20-х. В первую очередь к контролю за их деятельностью были привлечены органы ГПУ, ОГПУ. До конца 20-х шли аресты и высылки активистов ликвидировали сионистские организации на Украине в западном крае Ленинграда и в Крыму, изымались архивы и типографии. Все это привело к массовой эмиграции тех, кто выступал за создание национального государства в Палестине и тех, кто допускал возможность существования социалистического сионизма в СССР. Около половины эмигрантов Третьей Алии были выходцами из России. Именно они основали гиздотруд и превратили ее в 30-х годах в значительную политическую силу развивающегося еврейского общества. Они же ее руководили израилью на протяжении первых двух десятилетий его существования, а партии, в которые они объединялись, преобладали на политической арене продолжительное время. Именно их идеалы и убеждения во многом определили внутреннюю и внешнюю политику страны. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Итак, это точка зрения социалистического и мессионистского движения. А вот теперь мы переходим к тому, что называются отдаленные результаты декларации Байфера. И следующий презентарь. Лиза, скажите нам, пожалуйста, о том, что это декларации Байфера. Да, на самом деле, в первую очередь, интересно неожиданно оказаться в секции, которая все-таки была больше посвящена революции и евреям. Поэтому единственное, что ремарка, которую я могла бы сделать по этому поводу, то, что мне сейчас на ум приходит, это биография Пенхаса Рутенберга, который сначала дружил с Гапоном, потом выдал Гапона, потом был в эмиграции, потом вернулся, успел поработать с Керенским, потом отправился в Палестину. В Палестине создал компанию, которая занималась электрификацией, причем благодаря тому, что на каком-то участке, если я не ошибаюсь, Галилея, он осушил болото или что-то в этом роде, этот участок в дальнейшем вошел в состав подмандатной Палестины, несмотря на то, что как бы это изначально и не планировалось. А уже переходя к своей теме, скажу, что, во-первых, частично этот вопрос сегодня уже был затронут, когда мы говорили о том, что действительно современная интерпретация декларации Байфера подразумевает и то, что палестинское руководство сегодня пытается ее оспорить. Но в первую очередь, причем перейти к этой теме, скажу, что это не единственный, скажем так, интересный документ, интересный шаг, который был предпринят в связи со столетием декларации Байфера, потому что, например, Чочев Скотланд недавно, буквально в мае, выпустила свой доклад о своего рода переосмыслении декларации Байфера, который в целом был не настолько критично настроен к этому документу, насколько его восприняла, например, еврейская община Великобритании, потому что помимо традиционных каких-то пунктов критических относительно поселенческой активности Израиля, там содержался пункт о том, что декларация Байфера учитывала религиозные права и гражданские права нееврейского населения Палестины, при этом забыв о политических. Собственно, это один такой из наиболее ярких пунктов, по которому и произошел разлад между двумя организациями, между Чочев Скотланд и между местной еврейской общиной. То, что же касается палестинской кампании по обвинению, современному обвинению декларации Байфера, то в первую очередь хотелось бы сказать то, благодаря чему она стала возможной. С одной стороны, это та ситуация, которая имеет место в Великобритании на протяжении последних нескольких лет. Потому что здесь есть несколько таких известных или неизвестных трендов. Во-первых, Палестина стала членом Международного уголовного суда в 2015 году, официально подписав римский статут, ратифицировав его. С тех пор она предпринимает активные усилия к тому, чтобы активно противодействовать Израилю и на этой площадке. И здесь как раз выразителем данной идеи, что Израиль и Великобританию можно привлечь к ответственности, в том числе на площадке Международного уголовного суда. И эту идею высказывал Риад Аль-Малеки, который занимается внешнеполитическими связями палестинской автономии. Это первая идея. А вторая идея заключается в том, что происходят какие процессы сегодня в Великобритании. С одной стороны, на протяжении нескольких недавних лет имела место весьма непростая ситуация в рядах лейбористской партии, где сразу несколько ее деятелей перестали быть ее членами, как раз ввиду того, что делали заявления, которые кому-то казались антисионистскими, как и они сами это трактовали, кому-то казались антисемитскими. И здесь одно из самых известных заявлений было сделано одним из парламентариев. Касалось оно того, что Израиль, собственно, можно перенести на территорию Соединенных Штатов. И стоить это будет дешевле, чем вся военная помощь, которую США направляет Израилю. И третий момент. Третий момент заключается в том, что Великобритания применяет на своей территории, может применять принцип универсальной юрисдикции. То есть это один из видов экстратерриториальной уголовной ответственности, которая позволяет привлекать к ответственности политических деятелей, политических государственных деятелей, по отношению к которым есть основания подозревать их в международных преступлениях. То есть преступления, которые фактически не имеют границ. И здесь надо сказать, что ряд известных политических деятелей Израиля становились жертвами этого принципа. Дважды им была цепи ливни, например. Один раз в 2009 году и второй раз в 2015 году. И ситуация 2015 года, на мой взгляд, наиболее интересная, потому что она имела место уже после того, как прошли выборы в Кнессет, и цепи ливни вошла в состав оппозиции. Она планировала принять участие в конференции, посвященной, если я не ошибаюсь, роли женщины в мировой политике, что-то подобное. И хотела туда поехать, скажем так, неофициально, чтобы донести, скажем так, точку зрения именно оппозиционную. Но единственный пункт, по которому Израиль или Великобритания смогли добиться согласия и не применять этот принцип экстратерриториальной уголовной ответственности, он, кстати, был достигнут в 2011 году, предполагал, что Британия не применяет этот принцип только относительно государственных деятелей, официальных лиц, которые приезжают с официальным визитом. В итоге цепи ливни, даже будучи представителем оппозиции, фактически поехала туда представлять официальную точку зрения. И одной из главных мыслей, которую она выражала, отправляясь в эту поездку, было то, что все, что она собирается представить, формально или неформально, было согласовано на встречах, которые состоялись с Бенемином Нетаньяху и предшествовали ее поездке. То, что же касается самой компании по обвинению декларации Бальфоро, то здесь тоже стоит сказать, началась она не в год столетия, она началась раньше, в год 95-летия декларации, с того, что представитель ФАТХ, один из представителей ФАТХ написал статью в журнале, в британской газете Daily Telegraph. Соответственно, и здесь он начал критиковать британскую политику образца 1917 года. Далее, в октябре 2016 года был старт кампании именно по призыву британского правительства к извинениям, одним из, так сказать, участников которого наиболее ярких стал Palestinian Resource Center, который, так сказать, подразделение этой организации, действующее на территории Великобритании. И к этим деятелям присоединился ряд членов палаты лордов, включая довольно-таки такую скандальную известную баронессу Тонг, которая делала много антиизраильских заявлений, включая чуть ли не то, что оказывая помощь при землетрясении на Гаите, израильские врачи чуть ли там не органы воровали для нелегальных операций. Собственно, сама компания предполагалась ее построить на нескольких пунктах, то есть давление на Лондон должно было оказаться по нескольким пунктам. А именно тот ущерб, который был нанесен декларацией, ответственность страны за декларацию и возможность избежать текущих последствий в том случае, если бы она не была принята. Начиная с 2016 года, повторюсь, к этой кампании также присоединился Рият Аль-Малики, который, собственно, и предполагал выдвинуть обвинение на площадку Международного уголовного суда. В Израиле своего рода оппозицию составили, это Мерусалимский центр общественной политики, который возглавил экс-генеральный директор Министерства иностранных дел, Дорголд, и посол в Лондоне, Марк Реггев, если я не ошибаюсь, и отчасти к этому присоединился Бенемин Нетаньяху. Также то, что было сегодня упомянуто, что Тереза Мэй дала ответ на эти обвинения, действительно была петиция подана, петиция, которая собрала больше, чем 13 600 голосов, там 13 660, какая-то такая цифра, она сделала несколько очень интересных заявлений. В 2016 году заявление было довольно-таки кратким, в нем говорилось о том, что действительно Британия оценивает декларацию Бальфора как исторический документ, Израиль как демократическое государство, оплот демократических ценностей и так далее. Гораздо интереснее было заявление, которое сделано было буквально недавно, в апреле 2017 года, как раз то, что уже сегодня упоминалось. Она говорила о том, что действительно декларация Бальфора была правильным шагом, Великобритания гордится той ролью, которой она сыграла, правильным шагом, причем она упоминает формулировку moral action, то есть моральным правильным шагом. Но что интересно, она посетовала на то, что в декларации Бальфора не упоминаются нееврейские общины, проживающие на территории Палестины, хотя на самом деле, как мы сегодня уже также говорили, упоминания о них все-таки есть, о религиозных правах, о гражданских правах, нет упоминания о политических правах, о чем как раз и говорила в своем документе Church of Scotland. Соответственно, подводя итог всему этому можно сказать, что если на уровне Палестины-Израиля, особенно того, что касается возможности перенести все это в Международный уголовный суд, данная компания стала своего рода еще одним элементом, в принципе, компании, в которой Израиль борется со своим бойкотом на международной арене, она получила еще одно ответвление. Но с точки зрения самой Великобритании появился очень интересный компонент, потому что если в оценках причин появления декларации Бальфора, которые делают разные ученые, здесь могла бы привести в пример, скажем так, интересную публикацию, которую сделал Амос Илон в начале 2000-х годов. На английском языке книга называется, если я не ошибаюсь, «It's always just a pity», на русский она переводится по-разному, «Ах, как жаль», или что-то в этом роде. Вообще книга посвящена немецкому еврейству, но там он в том числе оценивает и то влияние, те предпосылки, которые привели к появлению декларации Бальфора, и пишет о том, что таким способом была сделана попытка оказать влияние на американскую еврейскую общину, с тем, чтобы сподвигнуть ее к тому, чтобы США активизировали свою роль. То здесь мы имеем скорее обратную ситуацию, в которой сейчас те политики, те британские политические деятели, которые выступают в поддержку этой компании, одновременно отстаивают идею о том, что Великобритания должна активизировать свою внешнюю политику, которая бы не совпадала и не попадала в фарватер курса США автоматически на Ближнем Востоке. Спасибо, Лиза, спасибо, интересное очень выступление. Сейчас к нам подошел последний выступающий, вернее, последняя выступляющая, Дина Борисовна. Сейчас будет несколько неожиданная, но очень интересная тема. Мы говорим о современности, значит, современность во всех смыслах этого слова. Дина Борисовна приготовила сообщение о том, как оценивается декларация Бальфора сегодня в социальных сетях. Спасибо, у меня будет такое достаточно краткое выступление, поскольку я занимаюсь исследованием интернета и современных соцсетей различными программными методами. Мне было интересно посмотреть, меня слышно? Так, слышно? Отлично. Мне было интересно посмотреть вообще, как рассматривается такой сюжет, как декларация Бальфора в современных русскоязычных соцсетях. И для этого я решила взять такую социальную сеть, как Twitter. И как следовало ожидать первое утверждение, к которому я пришла, в принципе, достаточно ожидаемый результат, то, что, в принципе, это не особо обсуждаемая тема, и она достаточно специфическая. То есть я искала, начиная с 2010 года, и было найдено менее чем 100 оригинальных твитов. Тут мы не считаем перепосты, тут мы говорим именно про оригинальные твиты, которые впоследствии могли обсуждаться или репоститься. Вот. И здесь, может быть, будет любопытно, что вот такая современная реакция на такую тему, как декларация Бальфора, можно разбить эти твиты на несколько групп, несколько категорий. Первый — это ссылки на исторические обзоры, например, на такие достаточно подробные исторические аналитические обзоры в живом журнале. Там могут быть как аккаунты типа «Водитель по Израилю» или «Шахар», или «Решаним», или какие-то другие тематические сайты. Так и, например, публикации обычных пользователей, которые по каким-то причинам заинтересовались этой тематикой. В частности, там могут быть довольно подробные ссылки, но ссылки на довольно подробные рассказы про историю декларации Бальфора и какие-то ее особенности применительно к современности. Вот. В частности, это может быть перерочено к каким-то историческим событиям. Например, один из таких обзоров перерочен к тому, что вот на тот момент, когда этот обзор был написан, исполнилось 98 лет со дня написания декларации Бальфора. Так. Это первая группа. Вторая группа — это когда пользователи пытались привязать такую тему, как декларация Бальфора, такое историческое событие, уже к каким-либо современным реалиям. В частности, здесь можно выделить 2013 год, когда я увидела посты, в которых, собственно, они были посвящены проекту «Синайский коридор». В частности, приведу цитату. «Американцы готовы вложить десятки миллиардов долларов в Северный Синай в проект расселения там палестинцев. После того, как в нем не останется местного населения, для палестинцев все зададут альтернативное отечество, для Израиля новую борьбу безопасность». В общем, такой вот проект обсуждается пользователями, и здесь он сравнивается с новой декларацией Бальфора. И вообще, в принципе, надо сказать, что пользователи любят исторические сравнения того, что происходит сейчас, с новой декларацией Бальфора. То есть там, например, такая вот цитата. «Декларация Бальфора была создана 100 лет назад, с тех пор там неспокойно». Или, например, просто вот «План Трампа по Иерусалиму, вторая декларация Бальфора». Это уже более современные события, пост от 20 января. Третья категория — это то, что я выделила вот так вот для себя кратко, как про-палестинские сообщения. Здесь можно вывести такое режиме, что если попытаться их сформулировать одним предложением, то это будет такое режиме декларации, это «Сионистский заговор против Палестины». Это цитата тоже из одного из постов. Ну и здесь это могут быть, в частности, аккаунты каких-либо организаций, которые запрещены в России. В частности, вот я заметила очень любопытный русскоязычный твит из русскоязычного твиттера «Аннусра». То есть и дальше уже идет ссылка на запрещенный в России сайт с более подробной информацией. Или, например, здесь я заметила ту же информацию из аккаунта «Палцентр», который, в общем, если мы зайдем в этот аккаунт и посмотрим, какое у него официальное название, то это будет «Голос Палестины к миру», «Голос мира к Палестине». Или, например, здесь могут также приводиться какие-то цитаты, ну, какие-то отсылки на информацию с Аль-Джазира. Вот такая вот категория. И, соответственно, ну, вот здесь могут быть, в принципе, достаточно такие показательные цитаты. То есть с декларацией прошло 99 лет колониализму и сопротивления. Вот. И идет ссылка на сайт, у которого под заголовок «Паллистинен призненер солидарити нетворк». Вот. Это первая категория. Значит, получается, что вот у нас какое-то опять-таки идет сравнение и оценка, но уже вот тут можно четко выделить, с какой позиции она подается. И она уже не нейтральная. Соответственно, четвертая категория – это, в принципе, то, что можно было бы отнести к первой, но я не стала этого делать, потому что здесь, скажем так, ну, вот довольно так кучно твиты. Это весна 2016 года. Здесь идут ссылки на видео, в котором представлен нейтральный рассказ Млечина о том, что такое вообще эта декларация. Ну и, собственно, тут просто пользователи пишут в твитах, давая ссылку на название «Великая война не окончена». То есть, в принципе, это можно было бы отнести к первому пункту, но, в принципе, я решила это отнести все-таки в такую отдельную группу. Вот. И в завершение это последняя группа, которая посвящена уже таким более современным опять-таки событиям. Это 2016 год. Это иски Палестины против Британии. То есть, вот цитата. «Абумазин готовит иск к Лондону, декларация Бальфору привела к…» Дальше идет ссылка. Ну, твиттер – это вообще короткие очень сообщения. Вот. «Израиль не верит, что иск Палестины против Британии принесет успех». Или вот еще. «Абумазина не понравилась декларация Бальфору от 1917 года». Вот. И таким образом, в принципе, можно увидеть, что вот существует, даже несмотря на то, что мы берем вот такой очень-очень узкий срез, потому что информации мало, тема очень специфическая. А все равно можно увидеть совершенно разные точки зрения и на основании их уже делать какие-то выводы о том, каких настроений придерживаются пользователи. Вот. Если бы твитов было бы больше, можно было бы сделать какие-то, конечно, подсчеты с помощью количественных методов, там выявить какие-то взаимосвязи. Вот. Но в целом, мне кажется, это все равно достаточно интересный материал, который заслуживает того, чтобы как-то уделять ему внимание. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, давайте подведем итоги. Сначала вопросы. Да, пожалуйста. У меня вопрос, во-первых, к последнему докладчику. Я не понял, в чем все же разница, разные, вы сказали, точки зрения на декларацию. Насколько я понял, уже априори ясно, что любое арабское, палестинское отношение к этому документу сугубо отрицательным. Есть только другой пример, это млечен, но это уже не арабское отношение, а, так сказать, да. Да, спасибо. На самом деле, вы совершенно правы. Но, во-первых, не только, скажем так, какие-то пропалестинские или палестинские источники в Твиттере, какие-то вот не только пропалестинские или палестинские аккаунты, собственно, высказываются в какой-то негативной информации. Я привела как пример. На самом деле, там тоже есть и обычные пользователи. Это, во-первых. Во-вторых, получается, что мы выявили, что есть у нас четко такие пропалестинские, скажем, можно их отнести как негативные, есть нейтральные, и есть, скажем так, есть обзоры, в которых дана все-таки какая-то и позитивная оценка. Это то, что, в принципе, я говорила про последние категории. То есть мне кажется, что здесь у нас есть какие-то нюансы. Нельзя вот так вот однозначно сказать, что вот у нас есть только пропалестинские источники, есть все остальные. И второй вопрос. к Ирине Юрьевне. Ирине Юрьевне. Это не подвох, но просто очень интересно. Вот то, что называет Зева Галиле советским сионизмом, хауцим, гехавуц и так далее. Все же есть хоть какая-то одна цитата, одна фраза, упоминание о декларации Бальфора, тех документах, о которых вы упоминали, читали и так далее. Я подготовилась. А-а-а. Спасибо, Александр Ефимович. У нас не было никакого договора об этом. Дело в том, что когда я посмотрела программу, я увидела, что по революции получается, в общем-то, доклад только у меня, а все остальные говорят о декларации Бальфора. Я посмотрела документы, которые войдут в сборник. 11 ноября 1917 года был издан манифест Центрального комитета сионистской организации к еврейскому народу, в котором в частности заявлялось отношение организации к декларации Бальфора. И вот позвольте процитировать буквально чуть-чуть. «Свершилось великое. Среди мрака и ужасов кровавых событий восходит для еврейства в России и сего мира светлая заря национального счастья и свободы. Опираясь на всю свою политическую и военную мощь, сознание и солидарность со своими союзниками и имея за собой сочувствие всего цивилизованного мира, Англия вручает всему еврейскому народу, ключик его родине». Это был очень позитивный настрой. Люди действительно верили, что декларация… Ну, позволь. Это была сионистская организация. Это разные вещи, потому что 15 ноября сионистское издание «Рассвет» опубликовало специальное обращение к еврейской общественности в России в связи вот с этой декларацией. И, разумеется, в самых, так сказать, позитивных тонах, возвышенных тонах, в состоянии эйфории, так сказать, оно приветствовало эту декларацию. Так что, мне кажется, вы эту декларацию попытались привязать халуцим, но это не так. Нет, я говорю о документах, которых тоже сказано, о декларации Бальфора, которые входят туда. В общем, помимо того, что документы, конечно, по большей части к 20-м годам относятся, до 20-м года, но, тем не менее, немножечко документов вошло вот с 17-го, 18-го годов. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста, Катерина Юрьевна. У меня может быть скорее такая реплика. Дело в том, что, ну, я не знаю, может, немножко поменяли. В моем варианте программы круглый стол называется «100 лет декларации Бальфора и русских революций». Да, вот, и дело в том, что как-то, в общем, действительно эта тема не очень прозвучала, и, может быть, это такое небольшое, так сказать, добавление к моему выступлению. Дело в том, что тот факт, что декларация Бальфора и октябрьский переворот буквально, ну, с разницей в несколько дней совпали, да, и как раз после этого вот этот вот, как это сказать, пугало вот этой вот большевистской угрозы, оно как-то встало перед всем миром, вот здесь как раз надо отметить реакцию арабов, что очень много обращений арабской общественности и элиты британским властям по поводу декларации Бальфора как раз содержали упоминание о том, что приезд в Палестину евреев и, прежде всего, сионистов, левых сионистов из России способствуют распространению большевистской заразы, прямо вот эта вот большевистская зараза, это просто вот ключевые слова в очень многих, так сказать, арабских обращениях. И это тоже было неотъемлемой такой составной частью вот развития в негативную сторону арабско-еврейских отношений, но мы знаем, собственно, что нападение в Тель-Авиве в 21-м году как раз-таки было нападением на коммунистов, да, Тель-Авив, Ефон, да, и как раз было нападение на коммунистов, да, на большевиков, да, которые распространяли действительно там листовки, что мы призываем там арабских трудящихся, да, да, вот, так что это был очень тоже важный момент, вот эта взаимосвязь декларации Бальфора и ее последствия в Палестине вот из Октябрьской революции, спасибо. Да, еще вопрос. Да, и как раз в связи с тем, что Екатерина Юрьевна сказала, у меня вот сейчас возник вопрос, хорошо, еврейско-арабские отношения понятны, а как британские мандатные власти вот на эту ситуацию реагировали, правда, как-то никогда не задумывался на эту тему, то есть если у нас какие-то сведения, что британская мандатная администрация или же вышестоящие органы, то есть форин офис и так далее, как-то взаимоотносились с тем, что изменился статус в России и действительно может понаехать того контингента, который они совершенно не готовы видеть, именно вот понимая красную угрозу, скажем так. Есть какие-то у нас данные про это? Татьяна Селудовна ответит. Насчет мандатных властей не знаю, но есть очень много размышлений о разных авторах о том, что вообще британские власти переоценивали значение мирового еврейства в тот момент. И мало того, вот эти вот распространенные тогда в период русской революции разговоры о заговоре сионских мудрецов и вообще о еврейском заговоре, они были не только для России характерны эти разговоры, они были характерны и для британского истеблишмента тоже. Там тоже на эту тему размышляли и задумывались, какое влияние имеет мировое еврейство на развитие вообще ситуации и политики. Так вот, что касается русской революции, то многие высокопоставленные британские деятели были убеждены, что еврейство сыграло чуть ли не решающую роль в этой революции, в частности, большевистской революции. И поэтому вся схема этого мандатного вопроса, она строилась таким образом, что нужно переселить наиболее влиятельных евреев в Палестину для того, чтобы оттуда, когда им будет дан соответствующие политические права, они бы могли каким-то образом влиять на все остальное мировое еврейство, чтобы утихомиривать их вот этот вот большевистский раж и вот эту вот такую антиправительственную деятельность не только в России, но и во всех других странах. То есть вот эта переоценка влиятельности еврейских общин, еврейства вообще мирового, она была характерна для британских правящих кругов и она сыграла свою роль в принятии декларации Бальфура в том числе. Да, об этом вы тоже говорили. Ну, собственно, была переоценка такая же и в Соединенных Штатах Америки, потому что рассчитывали, что евреи и евреи Соединенных Штатов убедят правительство Соединенных Штатов поддержать антанту. Да, пожалуйста. Я хочу, как я поняла, Диму, да? Все слышно, да? Наверное, как относилась Влека Британия к этой так называемой коммунистической заразе, которая может распространяться в Палестине. Именно я так поняла твой вопрос. К сожалению, я не подготовилась к этому, но тот факт, что в Палестине была создана палестинская коммунистическая партия, первая. Была арабская, была и еврейская, и они имели достаточно большое влияние. И, собственно говоря, до конца даже тот факт, что уже значительно позже Бен-Гурион говорил, говоря о Кнессете, о руководящей органе Израиля, без Херута, без Маки, без коммунистов, это действительно указывает на то влияние, которое коммунистическая партия имела в Палестине. Более того, без конца были гонения на коммунистов, и, как свидетельствует Татьяна Анисовна знает, труд любит, она сидела в тюрьме, даже будучи беременной, она сидела несколько, полтора года в тюрьме, в британской, только из-за того, что она выступала на какой-то демонстрации, ну, призывала, так сказать, со своими лозунгами социалистическими, коммунистическими, и раздавая разные листовки. Но, безусловно, это известно, что Советская Россия посылала в Палестину своих эмиссаров, которые работали среди населения. И нашего института, упустила из памяти, Брагинский, он был очень долго, Татьяна, ты тоже знаешь, был в Палестине именно по посланникам для того, чтобы распространять, пардон, тоже заразу, которую Катя говорила. Мне трудно сказать, я не хочу вам сказать, но я знаю, что просто он там вел деятельность. Но через Коминтерн, какая разница, все равно это… Нет, нет, он по линии православного общества был, но это был такой канал, у нас мало было каналов, поэтому посылали. Поэтому, если отвечать на вопрос Дмитрия, конечно, Великобритания, она была, понимала, знала и опасалась, и вела соответственную политику по отношению к этим, именно коммунистам, а не к сионистским левым партиям. Все, хорошо, спасибо. Я могу добавить несколько слов. Действительно, в поле зрения нового социалистического, советского государства всегда была Палестина. Была некоторая иллюзия, что социалистическое движение в Палестине будет крепнуть и процветать, и что можно даже каким-то образом им управлять. Поэтому несколько позже, чем 1920-е годы, не лично Сталином, но Коммунистической партией Советского Союза, был выдвинут лозунг арабизации Коммунистической партии Палестины. Извините, ну да, Палестины, правильно я сказала. То есть вмешивались дела в партийные, применяли концепции, и действительно потом прошла арабизация Коммунистической партии Палестины. Вызывали коммунистов, кстати, палестинских на ковер сюда, в Москву и так далее. Да, и еще я могу добавить, что в свое время были высланы из Палестины очень много, целый ряд коммунистов. Четыре. И трое из них оказались в ГУЛАГе. Татьяна Больши. Я с ними встречала. Нет, я про Москву говорю. А, да. Про Москву. Были, с британцами были сосланы, естественно, в Советский Союз. Здесь они попали, понятно, куда. В 1937-е годы? И вы знаете, уже спустя многие годы, уже, когда Рут Любич была здесь, это 70-е годы, начало года, она нашла еще оставших в живых палестинских коммунистов, которые были сосланы в Россию и выжили. Сейчас, одну минуточку. Ты хочешь прокомментировать? По поводу того, что вы говорили, что британская политическая элита тоже опасалась именно большевистской угрозой и отождествляла ее с евреями. Вот, может быть, речь идет не вообще о британской политической элите, а о той ее части, которая, в общем-то, как бы симпатизировала Гитлеру, вот, известно, что часть британской политической элиты как раз вот на почве вот этих идей, в принципе, склонялась даже вот к союзу, не к союзу, но, во всяком случае, к какому-то взаимопониманию с Гитлеровской Германией, потому что именно Гитлеровская Германия вот на первое место ставила вот это вот большевики, евреи. Это были какие-то там с вами собственные соображения. Это, конечно, была не какой-то основной грязь, но были такие ныжнения по поводу того, что людей слишком Не забывайте брать микрофон, нас записывают. У меня есть вопрос ко всем трем девочкам, таким красивым, которые сегодня у нас выступали. Мы все так или иначе говорили о декларации Бальфора в социалистическом движении, в палестинском общественном движении, в политическом, естественно. В анализе информации в Твиттере, кстати говоря, события, хорошо изученные, потом рассматриваются с точки зрения социальных сетей не для того, чтобы выявить новые отношения, а для того, чтобы проанализировать информационные потоки и тем самым сделать выводы о распространении каких-то идей в тех или иных стратах, это всегда интересно, особенно когда подходит какая-то годовщина или повод. Так вот, мы все так по-разному говорили о декларации Бальфора. А вот мы все как бы не как бы, а просто специалисты. А вот если я спрошу ваше личное мнение о декларации Бальфора и вернусь к тому, с чего мы начали, это анахронизм, о котором стоит вспоминать только на диспутах, или все-таки каким-то образом судьба Палестины была изменена? Ира, вам слово. Мне кажется, все-таки была изменена. Но изменения-то сразу начали происходить. Была какая-то такая условно-правовая поддержка, и люди ехали уже благодаря тому, что декларация вышла. Уже понимая, что они едут не просто так, британское правительство это поддерживает, это большая страна, это сильное правительство, сильное руководство. И заручившись этой поддержкой, и кругов, которые, в общем-то, эту декларацию продвигали. Люди ехали более спокойно, они ехали с энтузиазмом, с верой в будущее. Уже на месте, применяя свои знания, умения, полученные в той или иной стране, откуда они приезжали. Ну, в частности, из России. Спасибо. Здесь я бы сказала, что благодаря этому документу он скорее содействовал изменению, но в некой совокупности еще серии факторов. Потому что, например, есть еще письмо, французское письмо Камбона, например, которое было написано, если не ошибаюсь, в июне 2017 года, и о котором мы, например, сегодня не говорим. В этой связи декларация Бальфура на тот момент оказалась скорее, наверное, тем же самым, что сегодня Бенимин Нитаньяху говорит про нового американского посла. Right man in the right place. Соответственно, правильный документ, в правильное время, в правильном месте. Но то, что сама декларация отчасти способствовала трансформации, это с одной стороны. Но и очень многие силы способствовали тому, чтобы эта декларация появилась и, в свою очередь, способствовала этой трансформации. Спасибо. Мне кажется, что этот документ – это историческое событие, поэтому он так или иначе повлиял на дальнейшую ситуацию. И то, что мы как раз сейчас обсуждаем, об этом говорим, тоже это подчеркивает. Можно я девочку? Да, теперь вы. Я хочу сказать, что декларация Бальфора, скорее всего, в большей степени повлияла на весьма короткое время на еврейство России. Укрепила влияние сионистской организации и так далее, о чем уже все хорошо известно. Но уже с начала 20-х годов началась ревизия декларации Бальфора. Ее пересмотр, ее уменьшение, ее роли и так далее. И уже 20-е годы – это уже время арабских погромов. Так что англичане уже даже при гербсте Сэмюэля, который сам сионистский был настроен, был еврейского происхождения, начинают занимать более, так скажем, взвешенную позицию и больше смотрят, вынуждены смотреть в арабскую сторону. Это мое впечатление. Спасибо. Спасибо большое. Ну а можно ли говорить о том, что арабское восстание вообще, в принципе, выросло именно из этих настроений? Когда пошли эмигранты, о которых говорила Ирина Викторовна, когда началась жизнь на земле, когда начал развиваться Ишов, можно ли говорить, что это тоже все последствия декларации Бальфора? Ну, белые деньги. Или это те самые сопутствующие обстоятельства, которые важнее, чем декларация Бальфора? Я думаю, что была декларация Бальфора или не было бы декларации Бальфора, все равно Алия продолжалась бы и, так сказать, процессы происходили бы в том же направлении. Так что декларация Бальфора имела, так сказать, значение для, собственно, всемирной сионистской организации, для самопризнания, самоуважения, ибо самое крупнейшее и влиятельное тогда государство в мире признало евреев не только объектом, но и субъектом политической активности, политической деятельности и так далее. Спасибо. Вот еще одно. Дмитрий Александрович. Да, вот еще там Ирина Викторовна тоже хочет. Просто мне кажется, как раз наоборот, что вот если бы декларации Бальфора не было, в тот момент, это важно, а еще бы потом в 2024 году, когда США ввели квоту, еще бы США бы закрылась, то такое количество людей бы туда просто не поехало. Просто потому что, извините, вот я с Ириной согласен абсолютно, что одно дело ехать вот таким наперекор всему, как это, да ведь это первая, вторая алии, извините. Вутлые лачонки. Да, извините, это очень маленькое количество. Да, но понимаете, что первая, вторая алии, это очень маленькое количество людей, которые осталось в итоге в Палестине, смогли там что-то сделать. Очень маленькое количество людей. И только уже с появлением официального статуса, что ты официально имеешь право туда поехать, поток начал усиливаться. До этого это были копейки. И если бы, конечно, когда уже британцы запретили это в 1939 году и послевоенно, вся эта история нелегальной миграции, тогда уже внутренняя община была очень сильная и достаточно многочисленная. А если бы в 1917 году этого не произошло, не было легитимации этого процесса со стороны ведущей мировой державы на тот момент, Великобритании, и, как бы, условно говоря, такого некого консенсуса в США на эту тему и так далее, я думаю, что мы бы не увидели вот этих 20-30-х годов, они бы сначала ехали в США, а когда закрылось бы США, они бы поехали в какое-то другое место или бы там были какие-то другие события. Мне кажется, что вот это очень важный момент. Мне кажется, что мы забыли о Польше. Начинается массовая алия из Польши. 26-й год. Да. Да, но вторая, третья массовая алия – это польская. Польская, 24-й год. Да, 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 слушай, да. Да. Ирина Викторовна, давайте. Вы знаете, мне просто реплику хотелось бы бросить, да, вот на фоне нашей дискуссии. Понимаете, в чем дело? Вот если мы внимательно сейчас вот посмотрим. 1917-1947 – это всего вообще 30 лет. Ведь это в историческом масштабе, это мизер, ну просто песчинка. И вот декларация Буальфора, она дала возможность создать предтечу Израиля, вот этот Ишу. Ведь мы говорили об этом сегодня, про экономическое развитие. Да, мы говорили про экономическое развитие, безусловно. Но ведь надо сказать о том, что это шло трудно. Вот Дмитрий Александрович, да, он перечислил те достижения, которые были сделаны. Но сколько было тех, кто не выдерживал вообще? Кто не мог заниматься сельским хозяйством, строить дороги, климат не подходил. Это же были трагедии опять людей. То есть, короче говоря, речь идет о том, что это было построено все очень тяжело. И не шло это как по накатанной дороге. Но точка вот то, что отчета, это вот была вот эта декларация Буальфора, способная дать такой толчок, что была просто предтеча создана государства. И я хочу сказать, что вот там в экономическом развитии, там были и спады, и подъемы. Там были периоды, когда была безработица в еврейском секторе. Когда занятость была один-два дня в неделю, и люди снова уезжали. То есть, это все были, в общем, такие тяжелые моменты. Вот об этом, как бы, мне хотелось потом развить это все в дальнейшем в наших статьях. Да, еще не набрала. Вы знаете, сейчас говорить о декларации Буальфора очень тяжело и наоборот легко, потому что мы видим весь спектр развития, который был тогда. И когда мы говорим, подтолкнула ли декларация Буальфора иммиграцию, да, но не совсем. Потому что, по идее, началась эмиграция в Палестину, в Российской войне еще в конце XIX века и начала XX века. Еще далеко первая алия – это не декларация Буальфора. Это было движение, которое уже нарастало. В первую очередь, мы будем говорить о Восточной Европе и Российской империи. Именно тогда из России началась вообще эмиграция из России. И среди разных форм эмиграции, еврейская эмиграция, она составляла определенную часть. Больше всего тогда, да, уезжали в Америку. Малая часть, те, которые были под влиянием сионистских идей, они приезжали в Палестину. Но, безусловно, как мне представляется, декларация Буальфора, она дала толчок официальному сионизму создавать свои институты. И просто так, наверное, этот процесс, который был бы, но значительно дольше. Но именно оформление еврейского присутствия в Палестине дала возможность уже создавать то, что мы называем государство в дороге. И это и есть значение, с моей точки зрения, декларации. Спасибо. Последний комментарий, Саша. И поддерживая Нину Абрам, но и тех, кто выступал, я тоже критически относился к декларации Буальфора. Но надо вспомнить, что декларация независимости Бенгулиона, один из пунктов, где Бенгулион в 1948 году, 14 мая, обосновывает легитимность создания еврейского государства, упоминается и декларация Буальфора. Спасибо всем участникам. Спасибо нашему гостю из Израиля за интересную совершенно презентацию. Прежде всего, я хочу сказать спасибо сотрудникам музея, которые нас приняли, которые нам помогли, которые создали нам все условия, с которыми мы еще будем много работать, я надеюсь. Я хочу объявить, что следующее заседание нашего круглого стола будет 16 октября. Скорее всего, да, подробная информация будет вывешена попозже. Скорее всего, это будет в университете ВСАА. Но совершенно точно, тема следующего круглого стола будет 1947 год, Генеральная ассамблея ООН, резолюция о создании государства Израиль со всеми сопутствующими... Да, извините, о разделе Палестины заговорилась. И со всеми сопутствующими обстоятельствами. У меня огромная просьба, которую я буду повторять. Но если с сотрудниками мне приставать легче, то наши участники не из института, прошу вас очень присылать мне полные статьи с полным научным аппаратом, потому что мы планируем сборник статей и потом коллективную монографию. Дедлайн для этого август. Да, 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 да. И параллельно все, кто желает принять участие в следующем круглом столе, присылают абстракты и заявки. Всех очень ждем на следующих заседаниях. Спасибо всем огромное.